Всем привет, с вами YouWebDesign, это подкаст «Суровый веб», сегодня 13 декабря 2016 года, выпуск номер 106. Всем привет. Время 35 минут 11 по-челябинску. И у нас есть несколько громких тем, как обычно. Дорогой JavaScript, дело не в тебе, дело в нас. Я забыл свою тему. Как платить программистам меньше. Как платить программистам меньше. Ещё меньше. Биг Дэйта меняет мир. Погнали. И ты знаешь, погнали-то погнали, а у нас сегодня очень нестандартная тема в самом начале. Обычно люди на начале, они как бы ещё только просыпаются, там, подтягивают, не знаю что, даже пинаколаду, возможно. Возможно, да. Вот. А сегодня необычные темы, они возможно взбодрятся. Ну-ка. Одна из обычных тем, это то, что у нас можно предлагать темы. Вот такая. Согласен. Довольно обычная уже для тех, кто потягивает пинаколаду. И я тебе больше скажу, у нас там даже споры происходят. На самом сайте. Не грибные, да. Тема к ближайшему подкасту. В сайт-баре все наши уважаемые подписчики. Приглашайтесь именно туда. Можете присоединиться к срачам здесь вообще. За jQuery и Node.js разговаривают. Да вообще классно. Мне прям очень нравится, что у нас происходит какая-то вот такая небольшая движуха, извините. Мы вас прям стимулируем. Я считаю, что каждый из вас, кто отписывается в этой теме, достойный личной похвалы. А тот, кто просто отписывается, они достойны не знаю чего. Отписываются от канала, которые именно скатились от писка. Да. Они 10 плетей достойны. Согласен. Ну и продолжай. И на самом деле я даже не поленюсь и зайду к нам в Паблосик. Так. А для наших подписчиков еще раз напоминаю, что зайти к нам в Паблосик можно с помощью кнопки в футере, которая называется социальные сети. Угу. Паблик ВКонтакте. У меня даже она здесь посещенная, это ссылка. Ты имеешь в виду, у нас люди уже живут через наш сайт. Конечно. Я считаю, что погоду тоже нам надо виджет установить, чтобы закольцевать как бы всех полностью здесь. И обратите внимание, у нас сразу под подкастом в паблике есть блок новой товара, называется. Так. Ничего ты подвел. Я, если честно, не ожидал. Ты меня как девочку развел. А что ты думал сейчас будет? Я думал сейчас будет. Ну, мы сейчас просто нормально в ресторане посидим, поговорим, а потом просто это, поедем кофе пить к тебе. Да. Да. Ты меня развел. Я как бы теперь-то знаю, что, потому что я уже как девочка понял, к чему это все клонится. А, ты такой, аааа, но уже поздно, уже самому хочется. Уже платьюшко снимаю, но ты давай рассказывай теперь так. Так вот, товары. И у нас здесь два товара, как вы можете наблюдать, два стикера. Стикер Uweb Design и стикер UVD Games. И это не просто стикер на ноутбук на ваш. Это не только. Но вы можете, это многофункциональная вещь, правильно? Вот, допустим, что можно еще сделать с помощью стикера? Поддержать наш проект. Так. Можно заклеить рот на кому-нибудь, девочке опять же, той же, которая будет кричать. Согласен, да. Лучше сразу два берите, проверенные. Одного не хватает, одним может только другой что-нибудь заклеить. Ну, я согласен. Лучше, конечно, Uweb Games держит, я вам так, ну, по своей практике как бы. Да, да, схватывает лучше. Там черная каемочка, потому что... Да, еще раз, для тех, кто слушает, они видят. Два стикера с Uweb Design, то есть с нашим логотипом. И еще один стикер с нашим вторым сайт-проектом, там, где мы играем, и там, где мы рассказываем про игры, иногда Uweb Games. На самом деле, стикеры хорошие, виниловые, кругленькие, с каемочкой. Все как вот в лучших традициях стикеров для ноутбука. Да, я сегодня к Сане зашел, и у него уже наклеено. Причем на лбу, опять же, уже по полной. Да, на ноутбуке хорошо смотрятся. Мы вот на момент записи подкаста еще в графе товара нету дополнительных фотографий. Но потом мы отфоткаем и пришлем именно, как они уже на ноутбуке выглядят, как выглядят матрасы с этими наклейками и так далее. Согласен, это круто. В принципе, оно стоит того, и мне Эйблтон пишет, а я не отключил уведомления о письмах. Отлично, я думаю, можно вот из нашей вступительной речи перейти сразу к нашему классическому гостю, который у нас незримо обитает, это Ник Бабич. Согласен, это талисман нашего подкаста. Как у американских бейсбольных команд какой-нибудь Харек или Енот. Вот у нас Ник Бабич. Это новости дизайна, просто для тех, кто первый раз у нас. А наверняка будут и такие, их будет все больше и больше, благодаря нашим хайлайтам, которые привлекают новый народ, как мотыльки на огонь к нам летите, и правильно делаете. Потому что у нас лучшие практики для карточек. Так. Для карточек, как элемента юзер-интерфейса. А там карточки имеются в виду какие-то там будут... Как у Пинтереста примерно. Так. То есть сам факт того, что мы все чаще и чаще в интернете видим карточки. А именно вот такие вот блоки информации, которые сгруппированы по смыслу. И которые являются довольно репрезентативными и удобными для того, чтобы эту информацию нам доносить. Чтобы клиповое мышление наше разделять. И мы четко разделяли, так скажем, инстансы информации у себя в голове. Лихо, да, я задвинул? Ты задвинул просто, можно сказать, как на Пинтересте. Мне понравилось сразу, хорошо было. Ну, собственно, это самый классический пример. И еще это называется Mason Regret, если угодно. Когда все вот так вот выстраивается, одно за одним, с одинаковыми прорезями. Так, мягко скажу. Так вот, в данном случае мы видим пример на Пинтересте. И здесь что-то, видимо, типа машин или Chevrolet. Ну, хотя нет, Dodge, Dodge Challenger везде, извините за мое незнание американского автопрома. И вот как у тебя разделяется внимание от одного к другому Dodge Challenger? Прям вообще. То есть я, для меня это полностью отдельные единицы. Несмотря на то, что это все Dodge Challenger, но как бы каждая карточка, она отдельно воспринимается. И это прям вот части информации. Несмотря на то, что, понимаешь, здесь даже у тебя в мозгу все алгоритмы сбиты. Ни слева направо, никак, ни подряд они, эти картиночки. Они просто как будто хаотично. Но с одинаковыми прорезями, я повторюсь. Да. Но в природе такое существует. Ульи, соты пчелиные, они же так же. Они же не совсем симметричные, будем говорить. Их нельзя, как в иллюстраторе, отзеркалировать одну половинку на другую, как в наших роликах про иллюстратор. А они чуть-чуть разные, но все-таки они вместе. И поэтому, в принципе, мы смотрим на это. И наш мозг способен это раскодировать, потому что где-то в ДНК у нас от пчел это осталось. Слушай, хорошо, опять же, задвинул. Ну, давай правила от Ника Бабича. Давайте теперь посмотрим, что Ник Бабич в этом. Мы свое мнение высказали еще раньше, чем сама статья. Чем сам. Первое. Следуйте правил, одна карточка, один концепт. А здесь нам Ник говорит о том, что не нужно мешать пресное с кислым. Потому что, если у вас уже здесь есть, так скажем, какие-то смысловые блоки информации, вот здесь конкретно нам показывает Google Now. Я думал, уже нет такого сервиса. Оказывается, есть. Ну, на самом деле, шутка, конечно, Google Now они в Андроиде недавно добавили. До этого, чтобы ты понимал, был сервис iGoogle. Помнишь, была стартовая страница, гугловская, и ты мог свою гугловскую страницу кастомнуть, чтобы у тебя, опять же, погода, курсы валют было под строкой поиска и так далее. То есть, некий дашборд. Да, да-да-да, ты мог сделать дашборд. Вот теперь в роли этого Google Now. Ну, я думаю, у нас вот обязательно окажется хоть один приверженец Google Now и скажет, пацаны... Ставь палец вверх, если ты приверженец Google Now. А мы разбираем то, что вот здесь все подразделено на карточки. Посадочный талон, отдельная карточка. Какая у нас деятельность была, пешком на велосипеде, отдельная карточка. Следующие полеты, отдельная карточка. События, погода, все разделено по отдельным карточкам. И мы это воспринимаем как отдельные части информации, как будто у нас на большом столе лежит оргстекло, и мы под это стекло бумажечки разложили, номер телефона бухгалтерии, там вот это все. Это, понимаешь, еще небольшую здесь как бы доля чего вносит вот в то, что мы понимаем, что это карточки, материал дизайн. Согласен. Ну, он и будет об этом говорить. Первое правило, в общем, закрепили на каждую карточку только по одному концепту. Второе правило. Сделайте всю карточку кликабельной. Ну, казалось бы, уже мы переходим непосредственно от интерфейса к экспириенсу. Потому что Ник Бабичинс не только про UI, но еще и про UX. И про мобилки. Я буду в конце спрашивать, что там про мобилы было. Ну, Google Now Visions мобил пошел, поэтому уже могу тебе ответить. Уже. Досрочный ответ, как у Александра, друзья. Так. Так вот, и здесь он как раз нам показывает, что у карточки есть тенька небольшая. Она нам уже намекает на то, что она кликабельна, скорее всего. Поэтому это хороший... User Experience. Да, хороший User Experience. Третье. Сделайте карточку визуально удовлетворительной. Блин. Ну, в данный момент, вот в его конкретно этом примере Пайпер Лоусона... Я не знаю, кто это, риэлтор, видимо, знакомый какой-то, потому что здесь Properties. Не те Properties, которые настройки в приложении, а Properties, которые именно... Дома покупать. Ну, да. Недвижимость, короче говоря. Недвижку. Чего в них здесь такого привлекательного, я не знаю. Но, видимо, тот факт, что они такие одинаковые, что у них есть хедерная картинка. Бэтж. 12 часов. Доступно. Одна кровать, одна ванная и большая кнопка. То есть они прям такие, ну... Ну, что там говорить, нормально сделаны, понятно. Вот, видимо, это и имеется в виду, хотя здесь он расшифрует по пунктам. Очень в американском стиле сделано, просто тупо кнопка, тупо инфа, ничего лишнего. Крестейший юзер экспириенс, прям кристаллизированный, как метамфетамин, прозрачный. Images. Первый пункт, подпункт того, как сделать визуально красивым, это изображение. Вы, говорит, вообще понимаете, что изображения, они очень сильно роляют для карточного вот такого дизайна. Потому что карточки, они практически сродни изображениям, такие же отдельные единицы. Поэтому не забывайте ими злоупотреблять. Вот так я заверну. Нихрена. Надо, короче, ими злоупотреблять. Дальше по тебе, тенькие градиенты. Угу. Нужно как-то карточки выделять, чтобы они не просто, ну, так скажем, границей цвета разделялись, а еще и прям объем некий у них был, выдавались они как-то. Выдавались, в смысле, как выдающиеся были. Короче, были как карточки настоящие. Согласен, да. Имели физические свойства карточек. Типография. Здесь он нам говорит о том, что используйте простые шрифты, чтобы человек, который читал, он не разглядывал шрифт, а читал все-таки контент. И говорит, поэтому карточку лучше не больше одного шрифта использовать. Вот в рамках настолько микро единицы информации лучше вот все-таки один шрифт, не более того. Ну, я согласен. Дальше. Четвертое. Нужно ограничить количество контента на карточку и не делать лонгриды. Потому что не бывает карточек лонгридов. Где вы такие видели? Отрывные стики ноутс, на которые можно много написать, как вот, например, здесь, на примере. Shooting with Lake. Ну, слушай, вот знаешь, очень злоупотребляют этим на тумблере. На тамблере, если угодно. Чем именно? То есть там вот есть какие-то такие темки, как будто как карточки. Наверняка есть и в WordPress такие темы, но тем не менее. Почему-то вот... В дашборде они как карточки выглядят, на самом деле. И мне почему-то вот именно тамблер вспоминается и тамбур еще вспоминается из прошлого подкаста. Но тем не менее, когда действительно ты пишешь охрененно много текста, вот такую вот пачку, ты, во-первых, ее не разделяешь, как дурак картинками, как я вот у него вижу тут. Ну, здесь, видишь, это featured image, поэтому он дальше, видимо, и был таков. Ну да, то есть вот эта колбаса на карточке, это прям плохо. Как будто по карточкам колбаса. Согласен. Лучше сделать обрезку по первому абзацу, причем по половине первого абзаца, конкретно этого, по карточкам. Я только сейчас понял, шутку. И сделать переход на синглу. А синглу уже нормально. Пусть тоже в виде карточки, ну, то есть с обрамлением, так скажем, но уже хотя бы большую, широкую, чтобы можно его понимать. И пятое. Не упускайте возможность использовать анимации и движения. Нам ник говорит о том, что анимация, это вообще-то визуальная подсказка. Что мы можем эту карточку как-то передвинуть, крутить, вертеть. И нам это помогает, как бы, еще больше до пользователя донести, что это карточка. У него сразу клиповое мышление, он понимает, что это частичка информации, ее легче усваивать всего лишь от того, что она себя даже визуально ведет, как карточка. Ну да, да, отлично. Не забывайте, говорит, визуальный фидбэк в том смысле, что при наведении можете всю карточку окрашивать. Сразу будет понятно, что с ней делать. Жать, нажать там и так далее. Это, в принципе, очень круто. Здесь он нам показывает пример на UX-пин. Ну, там просто на всю карточку наводишь, она окрашивается и появляется кнопка. И второй пример – это роман школьный. Я не знаю, что такое роман школьный. Видимо, сайт такой. И здесь при наведении на карточку появляются все действия, которые вы можете с ней сделать. Типа там пометить цветом, репостнуть, переотправить, удалить и так далее. Ну, понятно. Zoom-in – это при наведении или при клике увеличивать ее. То есть, грубо говоря, ты взял карточку со стола и поближе к этим глазам своим поднес. И такой вчитываешься, как в газету старик. Еще, знаешь, очки приподнял наверх, чтобы как бы уже своими глазами взглянуть по Дарту Вейду. И вот, да, это тоже хороший экспириенс, потому что он повторяет пути дедов наших. Конклюзион. Используйте карточки. Это прям суперкруто. Ник Бабич нас побуждает. Где мобилки, спросишь ты? Давай. Карточки легко вписываются в мобилки и в адаптивный дизайн. То есть, на десктопе мы видим вот эту россыпь, вот это вот пасьянс из карточек. А на мобилке просто по одной перелистываем и все. Но тогда же они теряют свой смысл карточек. Это тогда просто как бы посты. Но на мобиле, понимаешь, у тебя все как карточка. Потому что ты, грубо говоря, весь свой экран как карточку одну позиционируешь и его перелистываешь. Знаешь, практически вот ты смотришь, это хоп, одну за другую убираешь и все. Я тебе так скажу, тебе надо быть адвокатом Ника Бабича. Вот если у него что-нибудь случится, проблемы какие-нибудь начнутся, пусть он к тебе обращается, ты его отмажешь, если что. Ну там карточка просто на телефончик. Это если у меня хорошее настроение. А если плохое, я наоборот скажу, что да, у него трава, у него трава, бейте его, у него трава. Да, я просто хочу наших подписчиков, слушателей, всех зрителей, всех кто есть, попросить, был ли у вас вот такой опыт, именно опыт, создание сайта с дизайном под карточки, cards. Напишите нам в комментарии. Напишите, может быть какую-нибудь типа Masonry.js использовали, чтобы расположить это все. Сейчас вам подсказочка была, можете прямо сказать моим ответом, чтобы мы только отвалили от вас. А наше мнение, нужно использовать карточки? Я считаю, когда уместно, нужно. Вот когда начинается опять же колбаса текста, тебе нужно. Это отстой. Короче, use responsibly. С ответственностью пользуйтесь, и все будет круто. Да. Слей, Никит, второй чай, пожалуйста, вот в этот чайничек. Да, я просто сейчас скажу, что следующая тема, она для пацанов, которые любят быть в тренде. Которые в заушках с подворотами. Да, да. И давай, вот, давай, слушай, а ты можешь начать издалека и рассказать, что было? Хотя ты, наверное, и так расскажешь, что было раньше. Конечно. Предыдущих север. Давай. Так, я пока солью. Мы рассказывали где-то год назад, я не знаю, может быть полтора. Ну, короче говоря, вот в предыдущем сезоне, так скажем, мы рассказывали о том, что цветом года Pantone 2016 стала пара цветов. Rose Quartz, это такой нежно-розовый, и Serenity, это нежно-голубой. И оно как бы, мы в принципе с Никитой тогда много говорили, оно некую гейщину олицетворяло. Я даже не уверен, хорошо это или плохо, но как бы вот как факт. И это, в принципе, был единственный беспрецедентный случай, когда Pantone цветом года выбрала не один цвет, а два цвета. Ну, в общем, ходили они вокруг да около, и видимо, фидбэк был очень спорный, как после шестого Babel, о котором мы сегодня еще поговорим. И в 2017 году они выбрали опять один цвет, и цвет называется Greenery. Greenery, я даже не знаю, у него есть какой-нибудь перевод, прям вот такой типа, значит, теплица. По-моему, что-то подобное и есть. Ну, кроме того, что зелень, нет зелени, нет теплицы. Хотя, да, четвертое значение теплица, слушай, я гений, по-моему. Так вот, сам не похвалят, никто не похвалит. Greenery, цвет зелененький, как теплица выглядит. И я даже не знаю, стоит ли нам с тобой смотреть вступительный ролик Pantone'овский, он 45-секундный, я его включу для наших подписчиков, которые могут себе позволить видеосвязь. Да, понимаешь, что Pantone, это же серьезные чуваки. Вот если бы какому-нибудь чуваку просто, который не знает, кто такие Pantone, можно сказать, Pantone выбрали цвет, а кто это вообще? А это, блин, чуваки, которые, они делают цвета на всем, они знают, как у вас, что будет сочетаться, с чем. Ну, я согласен, бомж Вася точно будет не в курсе. Да. Ну, опять же, чуваки за ушками будут, тут даже нигерши, а не с тенями зелеными, цвета Greenery. Ну, видос у тебя крутится, и давай, и чё, Greenery, ну, и чё нам, да, и да. Pantone позиционирует это как глоток свежего воздуха, вот в эту эпоху с каменных джунглей, и роботизации всего и вся. Нужно вернуться к корням, к Рутс, Блади Рутс, в Сепултуре. И освежающий, вот этот Refresh and Revitalizing Shade, вот этот оттенок освежающий, он прям сразу же пробуждает у нас всякое. И на самом деле у нас здесь будет, кроме того, что сейчас я читаю официальный релиз Pantone, будет ещё темочка на Quartz.co, в которых они анализируют, и там будет интересная аналитика, простите за тавтологию, аналитика анализируют. Ну, в общем, да, в повседневной нашей жизни, урбанистической, архитектурной, не хватает нам зелени, говорят понтоновцы. И представь, ладно, нам здесь, в Челябинске, не хватает зелени, а в Нью-Йорке-то вообще каменные джунгли, на Манхэттене. Согласен, согласен. Ты сразу скажи, будешь трусы покупать вот такого цвета? Я тебе сразу скажу, мы недавно в Икее закупались, и мы дощечку купили такого цвета. Ммм, гринеры? Да, рядом с тобой горшок такого цвета, например, находится. Чуть-чуть за плечом. Я вижу, ты имеешь в виду, что, в принципе, этот цвет, он же круто, когда ты на нём будешь овощи резать, правильно? Ну, типа, у тебя всё свеженькое такое. Ну, да, это, я думаю, это не только в этом году были овощные доски подобного цвета. Да, поэтому как бы это по хрену. Вот, а то, что теперь все будут делать сайты в таких цветах, это уже другой вопрос. Гринеры. Ну, не могу сказать, что... Ух ты, ёмка. Хорошо это или плохо, не можешь сказать? Да, просто потому, что, возможно, и хорошо. Если относительно предыдущих цветов года у меня было очень чёткое мнение, что плохо, то здесь почему бы и нет. Он действительно свежий и природный. А розово-голубое это пошлое. Потому что зелёное, оно есть везде. Оно вокруг нас. Знаешь, что ещё нужно? Ну-ка. Я помню, были времена, ты пробовал, короче, ставить на сайте или где-то вот эти цвета, которые были прошлогодние. Помню. И у тебя даже был плохой, bad experience. Согласен. Потому что это всё, на самом деле, если взять трушный цвет, который нам очень рекомендует понтон, то он ни хрена не видный какой-то, блёклый, какой-то всё вообще. Оно настолько искусственное, как бенчмарки 3D Mark, что как бы вот ты вроде, вроде вот он отдельно нормально на карточках, опять же, вот этих понтоновских. Ага. А когда ты его в жизнь пускаешь, надо прям, либо очень хороший вкус иметь. Так. Либо очень хорошо упороться. Потому что одно из одного, я не знаю, возможно, только последний вариант остаётся, потому что хорошего вкуса ни у кого нет, судя по всему. Да, и это ведёт нас к тому, что, опять же, не стоит его везде пихать. Надо его использовать с умом. А возможно, вообще нигде не использовать, если он беспонтовый. Мне, знаешь, ещё этот цвет напоминает у оргтехники HP. Есть, особенно вот у чёрной, места, которые типа подсказывают нам, где нажать, чтобы там лоток бумажный выдвинуть там. Или сзади крышку убрать, или как картридж вытащить. Вот они, эти блоки, они очень часто такого зелёного ядерного цвета. Угу. Чтоб пользователь понимал. Он вообще зелёный, это же UX. Как бы это зелёный свет, это типа идём вперёд, положительное что-то всегда. Кнопка скачать фейковая на Google рекламе, она тоже зелёная обычно. Ну, слушай, хорошо, что оно не такое ядовитое, как у гаишников. Вот их жилетки. Ну, согласен, у них вообще досвидос. У них досвидос. У них прям салатовый. Ну, вот здесь нам Pantone предлагает несколько палитр разных. Transitions. А чего они опять свою сиренит здесь пихают? Ну, а он сочетается с Greenery. Почему бы и нет? Ё-моё. Ну, согласись, когда они рядом вдвоём, они умиротворяют. Да. Не вот... Ethereal material. Блин, это, короче... Grand Canyon. Угу. Forest Floor. Откуда вот фиолетовый в лесу? Вопрос. Это черничка какая-нибудь земляничка? Rev It Up. Это уже какие-то досовские цвета здесь яркие. Ё-моё, да. Практически, которые 256 цветов совместимые. Дендик практически. Да. Короче говоря, можете посмотреть здесь, вдохновиться разными палитрами. А ты хотел анализировать аналитику, я услышал такое. Да-да-да, здесь просто я хочу ещё сказать, что Greenery палитры доступны в формате ASE. Это Adobe-овский формат. Можно сразу в Photoshop себе подгрузить. И начать творить. Скидывайте в комментарии свои лучшие варианты всяких понтоновских тем. Ну, это я бы посмотрел. Я бы посмотрел. Стопудово. Я бы даже оценил. Я бы даже приз какой-нибудь дал. Согласен. Не какой-нибудь стикер у нас теперь есть. Согласен. Я это и имел в виду. Знаешь что, короче? Давай проскроллим в конце страницы на понтоне.ком. Вот у нас на понтоне именно. Понтоне.ком. Выходим на понтон рыбачим. Так. Те, кто не видят, я вам объясню, здесь кружечка и флешечка. Вот есть. И оно типа в понтоновских цветах. А те, кто видят, они сами видят. Выглядит-то дешево. Как будто я в Икеи. Выглядит, как будто на семен... Ну, вот да, да. Как будто на сувениры отдают. Хреново на тебе вдовесок. Как наши стикеры. И все. Мне интересно, что вот Лебедев скажет по этому поводу. Как он скажет? Давай прям сейчас зайдем. Art. Лебедев. Вдруг уже сказал. Потому что если он обошел эту тему стороной, то какой он нахрен дизайнер? Слушай, он мог просто драть это и все. А так и есть, скорее всего. Бизнес-линч. Захожу. Ничего подобного нет. Походу драл. Ну, это 8 декабря представили. Вот с 8. Шесть дней пока молчок об этом. Ну ладно, будем следить за Лебедевым. Хотя в скобочах нет. Давай аналитику анализировать. Что там? Давай. На quartz.com нам рассказывают, что... Вообще заголовок у них такой. Пантон надеется, что их цвет года улучшит наше угрюмое настроение. Блин, тут жижи зеленое налито, а. Да, здесь смузи, во-первых, шпинатный. Это, Санни, смузи. Это вот как в Варкрафте. А, скверно ты имеешь в виду? Ну, в принципе, да. Да. Ну давай, улучшит ли оно мне сейчас настроение? Я вот прям жду. Здесь просто еще смешно, что после дерьмовой политической ситуации, типа, нам улучшит это настроение. То есть тут на кварце-то как надо, чуваки. Ну ладно, давай. Сейчас нос зачесался просто. Так вот, пришло время отложить розовый-голубой. Все, сделаем зелененький и так далее. Что... Это прям вот контр... Контр... Как бы сказать, выпад. Контр-выпад темному вообще. Темной жизни, видимо. Темной жизни, которую, да, вызвал политический климат во всем мире. Вот так они сказали глубоко. И ожидайте, что вообще везде. Потому что здесь есть некоторое партнерство у Пантона. Угу. С поп-культурой. Поэтому, говорит, в принципе, скоро на всех билбордах стран. Хотел сказать, страны только тут стран. Ну и тут на самом деле о том, что Пантон это уже на самом деле очень попсовое. Простите за, опять же, много... На самом деле. Потому что уже чуть ли не Apple. Только Нью-Джерси. Нью-Джерси? Да, Нью-Джерси. А ты показываешь уже тетеньку или еще не зашел? Не-не-не. Я перешел по ссылке на то, что даже Кока-Кола в свое время свой красный тупо у Пантона взяли. И все. Ё-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо. Цветом года, оно было просто цветом, придуманным Пантоном. Ну, я так понимаю, в принципе, любой цвет, возьми, он есть в Пантоновском варианте, так скажем. К сожалению. Хотя, может быть, нет. Но сам факт того, что вот эта вот Пантоновская карточка, где цвет и подпись, это уже поп-культура. Уже на билбордах именно эти карточки по прикольчику. И там уже именно спонсор Пантон. На Нью-Йорк Фэшн Уик, например, и так далее. Я понял тебя. И как бы нам Кварц говорит о том, что, учитывая все вот это, ждите прямо сейчас бум, да свидос говно. И у косметики... Бранда... Бранда. Бранда косметики Лондон. Бранда Борода. Да, вот я не знаю, знаешь ли ты такую Лондон? Ты мне вот тут про мак. Просто Лондон? Нет, не знаю. Вот они уже сделали лак для ногтей. С цвета Гринери. А и даже тени. Я только хотел, когда ты вот до этого рассказывал просто про цвет, только хотел сказать, что уже все юбки-то сделали, не? Ну вот мы до тёлочки проскраливаем. И видим. И нам рассказывают, что в принципе Гринери, оно ещё коррелирует с тем, что в офисном дизайне теперь преобладает направление биофилии. Как бы это ни страшно звучало. Это такое направление, в котором много растений ставят. В котором спаиваются с растениями. Естественно. Ощеменяют даже, опыляют растения, я бы сказал. Ну да, ставят больше растений. И по исследованиям Human Spaces, кто бы это ни были, говорят, что 15% буст в креативности случается у некоторых людей, когда они растениями окружены. Если всё в зелени, да? Особенно, если плотоядными. Там такой буст, что прям вообще тебя за жопу укусит и ничего не сможешь сделать. Причём 15% креативный буст и 6% общая, так скажем, продуктивность растёт. Угу. Ну вот согласись, в джунглях оно как-то поприкольнее работать. Ну я не имею в виду прям в таких джунглях, где тебя анаконды кусают и переваривают уже. И таранту. А просто когда-то, ладно, когда этот, плющ там вьётся. Не знаю, мне прикольно, я сразу кабинет биологии вспоминаю, и меня как-то это успокаивает. Не, я понимаю, знаешь, где в оранжерее работают? Ну вот когда-то сидишь на ноутбуке. Там влажность ещё сильная, там просто нельзя технику эксплуатировать. Джуниперы нельзя эксплуатировать. Даже в макбуке? Даже их. Там у них какой-то порог влажности, типа там 65 или 85. А в оранжереех, я думаю, сотка валит вообще стабильно. Даже ночью, когда осушалки какие-нибудь включают. Короче говоря, прям ждите. В H&M'ах во всех зелёное всё будет скоро. Мы тоже будем ждать. Просто я помню, когда у Pantone был цветом года горчичный какой-то. А я сейчас вернусь на сайт Pantone и посмотрю, в каком году это было. В 2009. Вот тогда в H&M'е прям бум вообще до свидос был. В 2010 я в Германии покупал такие штаны. Ну, всё логично, все следуют за трендами. Всё-таки Pantone это не последняя организация. Вообще, они прям шарят. А у нас не последняя организация в нашем блоке разработки. Согласен. И эта не последняя организация занимается, знаешь чем? Предоставляет услуги хостинга вам. Безлимитного? И безлимитного. И всё вообще. Вы можете выделенный сессий рвак купить. Согласен. И в H&M'е дуть после этого. Во-первых, в H&M'е дуть. Во-вторых, youopdesign.ru slash smartape, господа. Да, для наших подписчиков я уже демонстрирую большую кнопку пользоваться smartape вместе с нами. И у нас есть и позитивные отзывы, и негативные отзывы постоянно про smartape. И это хорошо, потому что их кто-то использует, о них говорят. Потому что они не покойники. Это про покойников либо хорошо, либо никак. А smartape, они живут и здравствуют. И улучшают свой сервис. Я думаю, что всё у них будет хорошо. Конечно, они не могут по уровню предоставления услуг тягаться с облачными сервисами типа Digital Ocean. А жури? Ну, как бы будем реалистами. Но за свои деньги они отрабатывают вполне себе прям вот неплохо. Ты понимаешь, что ты сейчас на халяву сделал очень охрененную рекламу Digital Ocean? Согласен. Они с таким наплывом, возможно, не справятся. У них сейчас просто всё сетевое оборудование встанет по тайм-ауту. И все сделают карточки, короче, понтоновские, зелёные такие прям сайты. Ну, да это бог. Чё, пусть Digital Ocean, да. Пусть работают. А у нас новость в разработке первая. И предложил её Neuron Insomnius. Ещё к 105-му подкасту. Да, мы теперь знаем наших героев в лицо. Кстати, ты был прав. Мы дверь закрыли, сразу так жарко стало. Просто досвидос. Я причём сижу в кофте, во всём, и мне нормас. Возможно, у меня уже холод, жар, я не знаю. А, я просто открыть хотел, но ладно. Нет, ты открой свою. Ну и заболей, я понял твой план, не буду. Да, инструмент разработки Firebug закрывается. Пользуйтесь Firefox DevTools. Гласит нам статья на хабре. Постик, постик такой. Так. И действительно, действительно, тот самый Firebug, который все так пиарили, все так молились на него. Вот я уверен, что у нас есть приверженцы. Приверженцы вот этого Firebug. Firebug Акбар? Ты имеешь в виду? Да. Велик? Да, да. Огненного жука. И мне нравится их логотип. Действительно, огненный жук такой, как бы пожарник, но огненный. Нет, не пожарник. Мне кажется, это этот, который картошку жрёт. Колорадский, только огненный. Возможно, да. У него вот такая страшная раскраска по Вуду каким-то статуэткам. И знаешь чё? Знаешь чё? Firebug. Вот такая мощная штука. Всё. И даже она не смогла устоять перед вот этим волной веб. Веб. Веб-инструментов. Потому что, понимаешь, в каждом уже браузере есть такая хрень. Есть веб-инструменты. Правильно? Всё. Все могут открыть F12 и посмотреть нормально. Тоже хотел про F12 сейчас сказать. С языка снял. А понимаешь, Firebug это была отдельная хреновина. И они в какой-то момент поняли, что всё. Что просто пользователей нет. Daily Active Users 0, наверное. Я не знаю. Вот. И понимаешь, надо слиться с Firefox DevTools. Тем более, что там наверняка практически одни и те же люди. И они из кабинета в кабинет ходят и писают друг у друга. В туалетах. Возможно, даже когда у них день рождения, они в тот офис тоже пиццу покупают. Да, им приходится. И, ну, из-за этого давайте всё-таки с DevTools сольёмся. И в таком экстазе, чтобы прям бомбануть. У них же хорошие инструменты, Firebug'и были. Не пользовался, но регулярно советовали, согласен. Да. Поэтому слились в экстазе с DevTools. Работают над единым проектом. Вот теми самыми инструментами, которые открываются в Firefox'е без проблем. А весь Firebug полностью не поддерживается больше. И все, кто были приверженцы, никаких вот этих новых супер 3D-инструментов, когда можно вертеть дивы, как на детородном органе, не получат. Угу. Поэтому, господа, я не знаю, вы отчаялись или нет, напишите в комментариях. Возможно, это всё из-за Трампа, о котором мы дальше поговорим ещё. Вообще, скорее всего, всё из-за этого. Вот. Напишите в комментариях. Идём дальше. Следующая, вроде, твоя. Я своё мнение выскажу чуть-чуть. Мне кажется, вот такое слияние... Вдруг их просто перекупили? Ну, давай более прагматично. Ты имеешь в виду просто как интеллект. Купили их, и всё. Как бизнес. Да, как чуваков, которые алгоритм придумали для Брекзита. Потому что, ну... Чё, вдруг они перегорели? Или вдруг они с хейтингом столкнулись? И просто решили всё бросить, и всё. Как в нашей следующей теме. А мне кажется, они столкнулись с тем, что, ну, никто уже не пользуется этим дерьмом. Они просто посмотрели, ну, там... А почему не пользуются? Потому что для этого надо дополнительно устанавливать Firebug. Согласен, это дополнительные шаги, это прям бесит людей. Тем более, Firefox'ом мы знаем, не так много людей пользуются. Не надо нам говорить, что все сидят на Firefox'е. Мы знаем, знаем. Ага. Поэтому... Я думаю, правда, из-за Tor-браузера, особенно в Белоруссии, он теперь наберёт обороты Firefox. А внутри Tor-браузера Firefox, чтоб ты понимал. Ну, слушай, это, во-первых. А во-вторых, Opera уже тоже предлагает свои обходы всякого. Ну, да. Только, по-моему, у нас Opera'овскую VPN'ку хотели заблокировать. Ну... Как и Localhost, да. Localhost. Кстати, у нас про это будет тема? По-моему, нет. Дерьмо, нам её трижды предложили, я хотел её записать и забыл. Ну, короче, ладно. Забей. Да. У нас зато посочнее тема про JavaScript. Обратите внимание, мостиком к теме про JavaScript будет второй абзац про Firebug. Какие-либо предварительные анонсы или обращения в блоге к пользователям отсутствуют, что вызвало некоторые недоумения в сети, привело к бурным обсуждениям произошедшего на Hacker News и Reddit. Опа. Кстати, об обсуждениях на Hacker News и Reddit. Следующая тема. Так. Дорогой JavaScript называется она. Это перевод на хабре. И это обращение. Дорогой JavaScript. Да. А у нас в громких темах она звучала, как Дорогой JavaScript дело не в тебе, дело в нас. И так и есть, по сути, да? Согласен. Это, в принципе, отражает суть темы, но не является прямой цитата. Знаешь, кто перевёл? Азад Хузи Ахметов. Хорошо. А мне хочется рассказать тебе... Это обращение. Дорогой JavaScript, мне хочется рассказать тебе о проблеме в нашем сообществе. Я участвовал во множестве открытых проектов, таких как Babel, Flow, Yarn, Lerna и других. Только первые знаю. Ты напомни, Babel это... Это транспайлер. Обычного... Точнее, транспайлер из необычного ECMAScript A6, в соответствии с супер последними спецификациями, прям которые на кончиках пальцев. Bleeding Edge спецификация. В ECMAScript 5. В обычный ECMAScript 5, да, который понимает большинство браузеров современных. И людей. И людей, да. Есть люди, которые уже только на нём шпрехают. Так вот, как разработчик, мне посчастливилось стать частью самых лучших времён сообщества, равно как и худших. Это нам не Азад Хузи Ахметов говорит, это нам говорит автор оригинальной статьи. Видимо, Сэн, да? И имя ему Джеймс Кайл. А, окей. Практически просто Джек-Джек. Два имени. Джеймс Кайл. Ну, да. К приятным воспоминаниям, говорит, я могу отнести приглашение на конференции по всему миру, путешествие в местах, в которые никогда бы не представил, что попаду, и новые друзья из самых разных уголков земного шара. Своих лучших друзей я обрёл благодаря работе в открытых проектах. Ну, open source в смысле. Да-да, в том смысле, что open source. Но, боюсь, это не всё, с чем я сталкивался. От себя. Здесь уже, по ходу дела, пишет Азад. Текст дальше является криком души автора, и, как мне кажется, должен быть прочитан каждым разработчиком, автором и комментатором. Слова всегда имеют значение, влияют в той или иной степени. Ты имеешь в виду, он нас взывает как-то? Души струн? Он практически, да. Для тех, кто прочитал вот вступление, ну, ах, говно какое-то. Он всё-таки написал дисклеймер, что, блин, чувак, не говно, попробуй, дай шанс. И, на самом деле, хочется, опять же, дать Азаду должное. Он перевёл искрины. Красавец, да, я вижу. И это прям вот достойно, я считаю. Короче говоря, вот этот Джеймс Кайл, он контрибьютор большого количества топовых проектов. Ни хрен с горы. Конечно, потому что он является частью проекта с десятками тысяч пользователей. Ему приходилось встречать множество критики. Казалось бы, вот как мы относимся к критике? Вот написал кто-нибудь смешную какую-нибудь критику? И ты лайкаешь, потому что смешно. Смешную, но не обидную, да? Нет, и даже если обидную. Всё равно лайкаешь, ржёшь, как бы допинываешь того, кого обижают. Труп свой в основном. Вот, да. А нужно попытаться встать по ту сторону баррикад. А я это веб-баррикады назову, потому что как бы, ну, в интернетах дело происходит. И тут прям не на жизнь, а на смерть, потому что иногда люди прям бросают всё. Я просто, знаешь, что я хочу сказать? Что вот этот чувак, Джеймс Кайл, он же не то, что поп-звезда, да? Не то, что он какая-то медийная личность публичная, да? Его не льют прям из ведра говнищем, но на него попадает. Да-да, это не то, чтобы Пол Айриш, который прям гугл делает. Ой, там вообще всё, я думаю. Я думаю, тот просто в кокон какой-нибудь это, потом в куколку превращается, окрыляется и улетает. Согласен. Потому что иначе жить нельзя, мне кажется. Нет, Джеймс Кайл просто контрибьютор. Но ему, я так понимаю, просто валятся уведомления от всего, над чем он работает. Или, знаешь, ему не всё равно. Да, возможно, он просто тот самый человек, который как бы... есть тот самый мета-защитник. JavaScript программист. Так вот, и здесь некий Сэм Саккон, его твит приведён. А мне говорили, пиши ООСС, путешествуй по миру, встреча интересных людей. И там исью на гитхабе просто, у меня проект не работает, сейчас же исправь. О, нормально. То есть как бы вот библиотеку некую используют люди, и как только эта библиотека перестаёт работать по какой-то причине... Возможно из-за тупости самих. Кстати, да. И такое случается, причём в большинстве случаев. Но даже если представить, что реально какая-нибудь бага прокралась в новую версию, вот нет, чтобы откатить. Люди начинают срать в комментариях. Очень сильно. И винить во всём разработчиков. Несмотря на то, что до этого работало всё, причём круто работало, и реально спасло вот этого самого человека, как только одна какая-нибудь хрень выходит из строя, он сразу начинает срать в комментариях. А ты вот как думаешь, это сильная или слабая черта разработчика, если он, как только у него что-то не работает, идёт на сайт и там срёт. Отвратительная черта. Это означает, он свою слабость тем самым показывает. Согласен с тобой. Потому что вот лично я, опять же, не к столу будет сказано, и не хваля себя, я иногда доделывал какие-то моменты, которые не работали у кого-то. Я прям в сурсах правил, я понимаю, ну блин, потом с апдейтом прилетит, охрену. Но главное, чтобы у меня сейчас работало. Потом реально с апдейтом прилетало, и хрен бы с ним. Каких-то вордпрессовских плагинов сейчас касается, не буду называть, просто не помню. И, по-моему, это хороший тон. Самый лучший тон, как... Это контрибьюзить. Это ещё и написать, блин, чувак, у тебя там бага, вот я уже поправил, лови pull request туда-сюда. Ну просто это был чуть ли не коммерческий проект, VPCO это был, UAS-овский, не шучу. Чё-то у них там отвалилось, какая-то JS-ка в какой-то подверсии. И я просто её там сам подправил, там путь или чё-то не прописанное. Ну то есть невеликие там, не то, что я у них алгоритм прям подправил, у меня сразу всё лучше стало. Нет, какая-то мелкая хрень, но я не пошёл и не срал им в комментариях, ааа, у вас не работает. Просто у них же нету гитхаба, там даже и pull request отправить некуда. То есть у них же закрытые, практически проприетарные плагины. У них только в support можно написать. Ну да, но вот как бы вот не стал я что-то в support писать. Я не идеальный в этом смысле человек, надо было бы конечно написать в support. Так вот, и он говорит, я проявожу сейчас вам конкретный пример. Мы, говорит, запустили Bubble 6 и были внесены запланированные изменения в API. Мы перешли из неявного подхода, который работает с коробки, к явному, работает для всех. Чем отличается работает с коробки, работает для всех, я не знаю, но допустим. Перед релизом функционал не вызывал противоречий, в него было вложено много усилий. Мы преждевременно за несколько месяцев сообщили, сообщество своих намерений собирали отзывы. Как преждевременная эвакуляция. Да, да, прямочуя у меня тоже именно это. Но когда пришло время опубликовать версию, сразу же посыпалось статьи вида Bubble 6 это урок, как не надо писать приложение. Или команда Bubble уничтожила веб-платформу. Прям по полной. Практически команда Bubble ест моих детей. По путечке. Отлично. Я встречал людей, которые упоминали меня в сети, называя идиотом. Волна статьи о закате JavaScript. Все только из-за того, что в шестом Bubble было не так, как хотели те, которые чуваки писали. Здесь даже скрин статьи, печальное положение веб-разработки, которую мы рассматривали в нашем подкасте, суровый веб. Сурово так рассматривали, прям как сейчас помню. Мне говорит, каждый день мерещились уведомления, сообщения о том, как феерично мы облажались. Зачем продолжать после такого? Конечно же, мы перегорели желанием работать над проектом, и я больше не ощущаю, что создаю Бабель. Просто судьбы людей рушились. Это свидос. Причем, ладно бы он хотя бы работал в этом и зарплату получал за то, что он терпил. А то это open source. Как бы полностью все на хей-хей началах. Короче, бесплатно говна похавал. Вообще, прям по полной. Кузов разгрузил прям себе в роте. Все начиналось, говорит, как самый интересный опыт в моей жизни, а закончилось тем, что с каждым днем я себя чувствую все хуже и хуже. Возможно, у него боли, рези и с женой проблемы. Начались после этого. Чувак заканчивается. Прям вот да. Еще цитаты. Злобные реакции переваливали. Каждый день мне приходится читать, как кто-то орет о том, как ужасно мы работаем. Ор выше гор стоит, я бы даже сказал. При таком раскладе сложно сохранить мотивацию. Я буквально перестал смотреть на ищу и pull request. Да. То есть чуваки, которые срали в комментариях, они на самом деле тоже себе же и в рот срали. Просто они разбрызгивали это все вокруг. Согласен. Простите, мы сегодня опять веселые, опять вот эти все аналогии. Все то же самое. Все как в Tambor.js. Для любого сообщества разработчиков это огромная проблема, когда участники начинают перегорать. Потому что если периодически, каждые пару лет, людей действительно не устраивает несколько нововведений, им следует помочь разобраться в этом. Написать, блин, чуваки, вот вы тут лаженули, я за вас все написал. Найте, кстати, это. Денег можете не высылать. Потому что в конце концов критика, она болезненно складывается на сообществе в целом. Все гниет изнутри, понимаешь? Как рыба, которая с головы гниет. Только тут не с головы, тут прям с жопой. Да. В общем, суть в том, что чуваки, которые бабель делали, они на самом деле оклемались потом. Но только это уже другие ребята были. Уже другие люди. Прямо кроме шуток. Представляешь, вот до шестой версии одни делали, а потом просто после того, что вот был шквал говна, другие люди за это взялись. Жесть. И здесь дальше история про Angular 2. Не буду ее читать. Потому что Angular 2 говно. Работа разработчика, говорит, порой утомительна. Сходишь с ума, когда все работает не так, как хочется. Люди по-разному борются с этим, как в программах, так и в жизни. В принципе, вот, говорит, иногда же сам делаешь, и не так получается, как хотел бы. И тебя еще и допинывают, добивают, и просто вот худшее происходит. Вот, скажи, Никита, честно, хоть раз после каких-нибудь комментариев, например, к прошлому выпуску, опускались руки? Ну, совсем руки не опускались вообще никогда, иначе мы бы сейчас здесь не сидели. Согласен. Да, но иногда, иногда чуваки реально пишут. И причем меня даже уже задевает не то, что чуваки пишут просто, вы тупые козлы, а просто что пишут, надо разделить на темки, надо там то, сё. И да, они причем их пишут, их тонны пишут людей. Если наши сто человек можно тоннами назвать. И они просто не понимают, что это самое, что писать, надо героин начать продавать. Уменьшится криминогенная ситуация. Не уменьшится, все деградируют, еще больше начнут. Так же и вот здесь, с разделением на темки. Да, поэтому такое бывает, но если, понимаешь, я что хочу сделать сейчас? Ну-ка. Хочется сделать, чтобы вот те люди, которые на Бабель срали сначала, их посадить, вот сейчас Бабель делать. А этих с другой стороны, пусть они с Рутым. Ну, я думаю, эти чуваки, они уже настолько дзен познали, что они уже просто физически, после того, что испытали, они не смогут даже других засрать. Согласен. Здесь не как в поговорке, что настоящему рабу, настоящий раб мечтает не о свободе, а о своих рабах. Вот здесь не так, здесь-то эти чуваки реально уже, они поняли, что это все плохо, и как бы нет. Ну, отличная статья про дорогой JavaScript. Причем здесь, как бы, видишь, в чем дело, он из этого всего выводит, что вся беда в Хакер Ньюз и в Реддите. Ну, типа там все с Рут сидят. Да, потому что там еще негативное отношение, оно поощряется. Там, понимаешь, те комментарии, в которых срут, они больше лайков набирают. Это все из-за людей, понимаешь? Вообще есть инструмент, как Кольт придумал пистолет. Ну, согласен, да. Это не Хакер Ньюз виноват. Ну, понимаешь, а вдруг чуваки, которые начали Хакер Ньюз, они сами там все засирали сначала. И тогда они вокруг себя все выстроили, именно империю обсирания. Ну, да. Но на самом деле, я постоянно слышу именно про Хакер Ньюз вот это. Причем они это все... Даже чувак, который CodeKit сделал, Брайан, кстати, смотрите видео про CodeKit на канале, он и то у себя в релиз ноут писал, что несмотря на то, что там в Хакер Ньюз меня хейтят, пошли вы себе в жопу козлы. Видимо, это тот самый ресурс, на котором это принято. Реально. Ну, то есть, как вот, например, мы же часто с тобой раньше говорили, вот мы, по крайней мере я, сознательно избегал раньше темов с хабра, потому что там сильно негативно все. Ну да, но сейчас более приземлено, на самом деле. Сейчас, как бы, мы комментарии просто я меньше стал читать, просто потому что, ну зачем вот, ты идешь мимо прорубя с говном, зачем в него окунаться? Ты же знаешь, что это прорубь с говном. Вот мимо пройди просто и все. Ну, разочек для экспириенс. Ну, вот уже наокунался я разочек, когда еще в институте мы учились, когда мы только этот подкаст начинали. Поэтому я считаю, что можно темки с хабра читать, но вот комментарии тут это в натуре помойка. Да? Да. Кстати, или я говорил я, или не говорил, что я писал про CodeKit 3 в песочницу и просил инвайта. Ну да, ты говорил, но... В подкасте я говорил. Это в никуда, по-моему, ушло. Ну я еще раз скажу в никуда. Если у кого-то инвайт завалялся, киньте, плизик. Статья про CodeKit 3. А здесь Джеймс Кайл вот такой крик души нам выдал. Знаешь... И я мог бы подобный же выдать. Знаешь, грустная, грустная статья, да. Грустная. Я прям в публикации здесь сейчас зайду, в веб-сайне. Ты хочешь залайкать? Нет, я хотел, чтобы это... Оставить ссылку на свою песочницу. Но что-то у меня ее, по-моему, уже удалили. Отлично. И такое, видимо, бывает. Ненавижу. Нет, мои публикации есть. Вот, CodeKit 3. Посмотрите, как выглядит. Если у кого-то есть, спасибо. Дальше у нас... Хочется сказать толстая новость. Но мы с тобой недавно обсуждали, что она уже и не толстая почти. Она похудела. Новость похудела. И новость с CSS Tricks. Да, CSS Tricks от Криса Койера. Просто недавно он выложил здесь... Давайте прям в прямом эфире посмотрим. Будем обсуждать прям внешность Криса Койера. Согласен. По-моему, достойная вообще тема для обсуждения. Согласен. Он выложил здесь статью «Хроники CSS Tricks». Как «Хроники Нарни». Кстати, где она? Что-то как-то я вот... Вот, нашел на второй странице. 6 декабря это было. И он рассказывал, что, в принципе, вот мы там пошли дальше по Филу Шиллеру. Все у нас круто и так далее. Третий сезон, туды-сюды, 122-й подкаст. Здесь вот его картинка, которую я еще помню. Я еще застал ее. Хотя мы CSS Tricks читаем уже лет 10. Реально, да хрена. Ну, не 10 вру. 6. И вот он толстый еще здесь. All Around Badass. 122-й эпизод. Office Hours. И он еще Badass H был. Да, причем, я так понимаю, эпизод-то, так скажем, новый. Просто они старую картинку его используют. И тут дальше у него уже Shopify-вебинар. И тут он уже прям мачо. Ну, слушай, на твиттере у него такая же мачо в кепке, да, где он? Да-да, где он в кепке уже с бородюнькой. Вот здесь встроенный твит, собственно, в статье про Margin Bottom и Margin Top. Там есть, да. Он вообще прям крутой уже пацан, прям... Да, вот именно эта фотография здесь. А потом дальше Seattle. Апрель 2017-й. И там его картинка... И там он какой-то просто, как будто он в школе еще учится. Согласен, да. То есть здесь немножечко какие-то метаморфозы Криса Койера происходят. И там дальше еще Founders CSS Tricks на userfenders.com. На халяву просто рекламирую. User Defenders, простите. Там тоже он еще толстый. Короче, я не знаю, он как Анжелина Джоли или кто там с метаморфозами. Как этот, кто худел-то? Бэйл, да, постоянно? От роли к роли худел. Вот CSS Tricks, Крис Койер, видимо, такой же. От подкаста к подкасту. Согласен. Ну, в общем, от него новость. И он нам рассказывает, что я, говорит, замутил такой импровизированный опросик на Твиттере. Давайте, говорит, вот вы как используете? Вот если вам надо вертикальную дырку сделать между двумя... Точнее, дырку горизонтальную по вертикали. Ну, вы поняли меня. Между двумя параграфами. Вы как это сделаете? С помощью Margin Bottom или Margin Top? Вот я, Никита, ответил Margin Bottom. Ты в свою бытность как делал? Не помню. Я люблю как-то Margin Bottom. И 61% меня поддержали на его Твиттере, у Криса Койер. То есть ты в большинстве? Да, да. Я, в принципе, мажорити в этой ситуации. Хорошо. 1938 человек голосовал. То есть, как бы, возможно, конечно, не весь веб 2.0. Но, я думаю, репрезентативная часть. И он говорит, что, в принципе, да. Показывает, что веб это вот такая хрень, которая пушает даун всех. Вау. Нагибает всех прям это. Отталкивает вниз. Ну, так просто привыкли. То, что отталкивается сверху, это как-то уже, ну, немного не то. Ну, здесь он показывает, что есть разные способы. Например, с помощью селектора, как бы это сказать, да. Прямой вложенности. Знак больше, так скажем. Можно у любого Last Child убрать Margin Bottom, например. Можно стеночку в магазине приподнять. Согласен, да. Чтобы у самого последнего не было висячего марджина. Ну, можно их совмещать иногда. Но вы не забывайте, что они коллапсируют между собой. А я напомню, что если у одного из блоков Margin Bottom, а сразу у того, который под ним Margin Top, без границы и без пэддинга, то они накладываются друг на друга и не суммируются. То есть там тупняк некий происходит, помните об этом. Но если, говорит, какой-то Грег Уитворд проанализировал кучу статей, миллион семьдесят тысяч страниц всего лишь. Да. И на 97 из них был Margin Top, а на 96 и 9 Margin Bottom. Ну, как бы очевидно, что на некоторых страницах присутствовало и то, и то, на большинстве. Но Margin Top чуть выиграл. Может быть, это какие-нибудь генераторы, типа VIX, сместили статистику. Возможно, кстати. Я даже не уверен, хорошо это или плохо, но вот как есть. Ну, слушай, Крис Корр он роет в каких-то направлениях. Согласен. Он прям вот он веб, как бы это сказать-то. Эксплорер я не знаю. Во-во, хорошее, хорошо. Веб-эксплорер, веб-дискаверист. Да. Делает открытия небольшие. А мы дальше идем на блоге CSS Wizardry. Это разработка продолжается. Сложняк, пацаны. Возможно, это последняя тема из разработок. Не, будет еще интересная статистика. Точно, точно, точно. Мы сегодня статистические пацаны. И на CSS Wizardry нам говорят о том, что все CSS-свойства, которые сокращительные, сократительные, сокращительные, да, они не рулят на самом деле. Потому что есть определенные сложности. Давайте вот простой пример, говорит, разберем. Вот есть кнопка, у нее background red мы пишем. Так. На самом деле, на самом деле, мы хотим просто в цвет в красный, да, ее покрасить. Ну, как бы можно проследить. Код мыслей автора. А если копнуть поглубже, то на самом деле мы переопределяем целых, я сейчас считаю, сколько, 10 свойств. 9 из них мы делаем initial, и только background color мы делаем red. Соответственно, если вдруг, вдруг, перед этим мы меняли background size, а потом просто сделали background red, то background size перезаписался. Любые мини-свойства, вот эти уточнительные, типа background position, size, repeat, origin, они перезаписываются дефолт на background. И чтобы их не перезаписать, мы должны в background red вписывать background, там, 80% red, условно, чтобы size сохранить, например. Как бы никто этого не будет делать, это сложно помнить, там, в каком порядке их нужно писать, поэтому не надо никогда вот этими сократительными свойствами оперировать. Здесь будет, кстати, дальше практический пример, на примере которого, простите за эту автологию, я убедился в том, что не надо так делать. Ну-ка. Ну вот background color red, короче, лучше писать. Вот если ты только цвет хочешь перепределить, ты и пиши цвет, чувак. Не надо полностью всё. Конечно, конечно. И хочется какую-то аналогию из другого мира переопределить. Ну, просто из реального мира, или хотя бы там, из другой сферы разработки, что-то ничего на кончиках пальцев нет. Согласен, нет. Что как бы... Ну ладно, неважно. Хочешь помыть только конец ножа, не мой весь нож, а то заржавеет. Ну так, просто вот на нож сейчас посмотрю, который за тобой висит. Здесь есть background position 0-0, background repeat, no repeat, а потом хоп, и мы градиент переопределяем, смотри, radial gradient. И у него, естественно, и position, и size, и repeat сбиваются весь до говна. Поэтому надо градиент, я всегда просто для себя запомню, через background image писать. Потому что иначе всё переопределяется. И это опытным путём обычно выясняется. И здесь самое смешное, он говорит, я вообще... Часто у нас в команде кто-нибудь вот так вот напишет, без мата хочется сказать, выдаст. И? Выданёт, я бы даже сказал. Вот так, background просто, radial gradient. Ни хрена не работает. И вот это в офисе звучит команда. Блин, пусть Гарри посмотрит на градиент, у него получается. А Гарри, это автор статьи. И как бы, единственное, что Гарри приходит и делает, он сможет, блин, вы дебилы, вы переопределили хреновину, вы как бы сделаете вот там background image. И все такие, вау, такое крутое, я хочу от тебя детей, трусами в него кидают. Но ни хрена не запоминает, естественно. Знаешь, как надо, я придумал, как надо, чтобы они запомнили. Ну-ка. Короче, вот у них там, допустим, почасовая оплата, да, и у них почасовая оплата, допустим, там 5 долларов в час они получают. Так. А мы им присвоим просто 5 долларов в месяц, пусть получают. Как бы не отдельно по часам, просто присвоим в год 5 долларов. Ну, видишь, это не Гарри заниматься, это human resources заниматься. К сожалению, да. Или руководством напрямую, но Гарри может на них стукануть. Но это мы сучим нашего лирического Гарри. Да. Не будем этого делать. Еще один классический пример с марджином. Вот мы хотим сделать, чтобы было центрирование горизонтальное. Делаем margin auto, да? Угу. Но иногда мы делаем 0 auto, чтобы как бы только к левому и правому. Но мы зато обнуляем верхний и нижний. Поэтому если хотите отцентровать, вы сделаете явно margin right after, margin left after. И будет вам счастье, как говорится. Ну, и здесь есть некоторые exceptions. Можно... Исключение. Слово забыл. Можно с умом пользоваться вот этими сокращенными написаниями. Просто потому что писать 4 пэдинга... Это глупо, если можно написать 1. Пэдинг 10. Оно как бы со всех сторон будет по 10. Или 2. Пэдинг 12-24 будет. У верхних 12. У боковых 24. Можно даже написать 3 пэдинга. 12-24-12. Это будет означать у верхнего, у боковых и у нижнего. То есть даже такие есть, так скажем, сокращения. Мне кажется, если играться слишком много, можно запутаться и что-нибудь там это. Знаешь, где запутаться легко? Border Radius. Когда ты каждый из 4 выставляешь. И там еще у них... Ну, там где-то можно чуть не 8 штук вот так в ряд писать. И там до свидос вообще крыша начинает... Возможно, у Box Shadow какого-нибудь. Ну да. Но там вроде тоже не запутаться. Там по-другому просто нельзя. Там их надо все вместе писать. Но, говорит, не надо писать магические цифры. Типа там 12-17-16-10 пикселей. Как бы, в принципе, с точки зрения CSS валидно. Но с точки зрения поддержки кода вы потом хрен ногу сломите. А что у вас там за 12 было и за 17 пикселей? Ну, мне кажется, люди, которые используют SAS и вообще все-все-все с CSS, они уже это не видят. Они видят только уже переменные. Согласен. Тоже вариант. Но вот даже переменные надо с умом вставлять. Согласен. Вообще, в принципе, с умом надо вставлять, господа. Да. Переходим дальше. А дальше, короче, у нас занимательная аналитика. Занимательная статистика. Кто нас занял этой аналитикой? И нас занял этой аналитикой никто. Потому что у меня просто написано Никита. Возможно, я вас сейчас займу. Нет, ты просто когда перейдешь, там уже видно, кто прокомментировал. А, нас Кристина прокомментировал. Да. Если еще не обсуждали, интересная статистика. И здесь действительно статистика, которая, в принципе, интересная. Но, я бы сказал, она, ну, такая, интересная. Мы, кстати, с этого же сайта ее год назад обсуждали. За 2005 год. Офигеть, офигеть. Тогда, ладно. Приемственно сохраняется. Еще чуть ли не в другой квартире записывали. Блин, ну, ладно. Я сейчас испугался, что мы снова за 2015 обсуждаем. Не-не-не, тут нормально. Нет, на самом деле, это статистика за 2016 год. Про то, как вообще фронтендеры живут. Так. И, собственно, они опрашивали это где? На каком-то, короче, вот каком-то, блин, опроснике. Вот кого-то опрашивали. И там 4715 человек всего занялось этим. То есть, участвовали в опросе. То есть, были этими. Вспомни, респондентами. Вспомни эти. Мы когда с тобой в прошлые разы обсуждали, мы несколько раз к этому возвращались. И там прям он писал с абзацами. А потом через неделю еще тысяча проголосовали. Чуть-чуть изменилось. Вспомни, вспомни. Ну, слушай, да. Мы, видимо, это уже после Нового года будем сидеть с красными носами. Да, может быть, может быть. Давай. Какая тема? 4715 человек отвечали на различные вопросы. И началось все с самого легенького. Мы быстро пробежимся, потому что здесь не то чтобы очень весело, но не то чтобы как... А ты можешь просто хайлайты сделать. 19 вопросов он задал. В том году было 8. Да, тут он увеличился, усилился. И сразу первая легенькая такая. А сколько вы вообще фронтенды? Сколько у вас экспириенс фронтендовый? И слушай, большинство, большинство уже 2-5 ерсов. Вот так. Ну, такое большинство, граничащее со вторым большинством, где 5-10 ерсов. 5-10 ерсов, я не верю, честно говоря. И, кстати говоря, он перед этим пишет. Ну, мы как бы понимаем, что все опросы, они очень так сугубо личного характера имеют вид. Потому что, почему? Потому что многие люди просто себя занижают немножко, у кого такая самооценочка. Они говорят, да не, не, да что я? Да я ладно. Вот. А некоторые наоборот себя завышают. Нет, до этого я 10-10 фронтендовым занимался, без бабеля. Это что фронтендовый? Поэтому я от нуля до одного года сделаю. А как бы до этого таблицами еще верстал прям на раз-два. Ну, а некоторые наоборот напишут, что они 10-15 ерс. А на самом деле они только вот первый день сегодня. А на самом деле им 17. Да, да, кстати. Вот. Ну, значит, окей, решили. Идем дальше. В принципе, достаточно опытная аудитория отвечает большинство. Мачуа уже. Мачуа. CSS знания. CSS наука. CSS кнолыч, я бы даже сказал. CSS кнолыч, я не побоюсь этого слова. И типа, насколько чуваки вообще себя ощущают в CSS? То есть они типа, бигиннеры, новички они. Или они intermediate, может быть, такие средненькие чуваки. Может быть, они advanced, все понимают. А expert это вообще гений. И, между прочим, большинство intermediate. То есть средненькие пацаны. Не, не большинство. PyChart, посмотри, там прям, да. Advanced чуваки, да. Advanced чуваки. И, что самое главное, то есть мы помним. У нас чуваки от двух до пяти лет. От сытки. Строгого режима. Они еще и advanced. Идем дальше. Вроде такие успешные пацаны. Мне вот интересно, как вот различать? Такие расплывчатые формулировки. Что такое expert? Что такое intermediate? Что такое advanced? Согласен. Между вот intermediate и advanced, там, это странно. Пусть будет. Expert это бабелька в совершенстве, знаю. Или если ты бабич. Да, все. Уже и решили. Какое используют CSS процессор, собственно. Процессор имеется в виду типа Sass-Less. И на самом деле, видимо, америкосы отвечали. Пиндосы, я не побоюсь этого слова. Они за Sass сильно топили. И там 63%. И там не победить. Смотри, там падение на полпроцентика было. Да, да. Падение реально. А пост CSS вообще не существовал. У него он NA. Ну да. И стало быть, за его счет, так скажем, и падение. Он высрался на арене. И поэтому Лес аж на 5% упал. Так ему и надо. Да, Лес, кстати говоря, не сильно использует. Но, возможно, это из-за того, что американцы. Сократилось на 1% количество людей на 1,4%, которые не используют при процессоре. Тихонечку переходит на современные технологии. Люд. Да. Давай не будем смотреть, что там experience, процессор experience. Там чуваки просто, типа, насколько они слышали, не слышали. Это, в принципе, очень интересно. Sass там побеждает по полной. Про него все слышали и круть. Нейминг schemes. CSS нейминг schemes. И, типа, используете ли вы BAM или Tuit какой-нибудь там. Или вот такое. Или SMAX, возможно. И там, чуваки, естественно, да. Охренеть. Все используют. Ну, 46. Опять же, большинство. Такое уверенное. Уверенное. Я напоминаю, у нас крутые пацаны. Но, кстати, у нас, если бы вот за путечку произоголосовало 46, второй тур был. Надо было, чтобы больше 50, чтобы уверенное большинство было. Ты имеешь в виду переголосовать? Блин, нет. Но я все-таки знаю. Все-таки пользуюсь. CSS линтит. Кто линтирует CSS-очку свою? И реально, чуваки, не линтируют. Вот ты мне сказал, что ты тоже не линтируешь. Нет. CSS нет. Не вижу смысла просто. Это как-то настолько сильно себя в рамки в эти загонять. И как бы это, наверное, имеет смысл, если у вас 20 фронтендеров, и вы прям все, у вас разношерстные. Это хотя бы как бы вас сведет воедино. А если все уже довольно компетентные, то как бы тут, ну не знаю. Идем дальше. Давай Q9 сразу скрыльнем. И там Tool Usage. И Tool Usage это недалеко ушло, на самом деле, от всего, чего раньше спрашивали. И здесь, типа, какие методологии или инструменты вы используете? Вот такой вопрос не очень корректный, конечно, но тем не менее. Здесь есть такие вещи, как SMAX. И такие вещи, как, например, автопрефикс. И Сьюзи. И модернайзер. Они, по-моему, вообще не исключают друг друга. А, ну хотя, собственно, если суммировать, извини, тут и сотни-то не получится. Тут будет больше. Тут будет больше, да. И здесь просто вот как бы... Здесь 146%. Идем дальше. Идем дальше. Давайте еще что-нибудь повеселее выберем. JavaScript. Вот, это интересно. То есть с CSS-кой мы закончили. Давайте узнаем, как JavaScript-ом пользуются. И здесь именно как пользуются, как умеют пользоваться. Опять же, Beginner, новичок. Да, Knowledge, опять же. И, господа-то, они как были Advanced в CSS-е, так и Advanced в JavaScript-е. Экспертов, кстати, тоже примерно 15%. Возможно, это одни и те же люди. Скорее всего, скорее всего. Task Runner, может быть, кому-то интересно. Побеждает Gulp. Побеждает Gulp. И на втором месте NPM Scripts. По-моему, в том году так же и было. Нет, в том году, по-моему, Grand. Да, да, ты видишь там, смотри, какая разница. Grand на 16% упал, а NPM Scripts вырос на 23%. Ну, вообще охренеть, просто скаканул. Gulp на месте стоит, просто топчется. Минус 0,1%. Да. Немножко пропустим. Появился, между прочим, GUI, гуевые приложения. Например, CodeKit. Почти 2% пользуются. В прошлом году не было. И смотрите ролик на канале. Тринадцатый вопрос. Вот так мы перескочим. А там про libraries. Какие вы используете JavaScript в библиотеке? И, конечно же, конечно же, побеждает какая? Правильный ответ. jQuery. Вот да. И 69%. Я так понимаю, опять же, здесь не... Здесь тоже 146, да. И, ну, то есть, конечно же, ты можешь использовать несколько библиотек. Никто не запрещает. Конечно, можно использовать и Polymer, и jQuery. Но в основном, в основном jQuery продолжает бомбить пуканы. Идем дальше. Angular 2 подбирается к первому. Правда, конечно, между ним и первым все еще Underscore и Vue.js. А между ним и jQuery пропасть? Согласен, в виде React, который в тамбуре. Да. Давай к пятнадцатому. JavaScript Model Bundlers. Знаешь, что мне сейчас резануло? В конце тринадцатого вопроса рекламка сразу React for beginners. О, да, вижу, вижу. О, не хотел знать. Они, поди, еще и завышают, он там процент. Ну, там реферальная ссылка, так что да. Я имею в виду в статье. А, React, круто. Вбросы, карусели? Ну, слушай, не хотел думать даже на эту тему. Ну, может быть, кому-то интересно будет про Model Bundlers, JavaScript-овую. И здесь побеждает Webpack. Он прям так бомбанул. Но это все наслышано. Я хотел пожать, что побеждает I don't use a Model Bundler. Ну, нет. Но оно на втором месте. Уже и не побеждает. А в том году, кстати, побеждал. 22% сломалось. Я тебе больше скажу, в прошлом году вообще все побеждало, где не используют. Чуваки при процессоре не использовали. То есть ты вспомнил? Да, там была жесть. Я почему-то вспомнил, мне это отложить. Идем дальше. JavaScript-transpilers. Здесь, собственно, такие как Babel. Тут просто практически это. Это где? А, 16 вопрос, вижу. А, ну тут слышали или нет? Я думал, какие. Потому что, по-моему, кроме Babel особо и нет. Почему слышали? Are you using? Ну, ладно. То есть, как бы, в принципе, такие, типа, уверенные пользователи. 2942 человека. 62%. И это охренеть как круто, я считаю. Тут опять какие-то рекламы и экмоскрипта. Ну, давай так. Например, React без Babel просто не работает. Поэтому тут, хочешь не хочешь, придется юзать. Даже если не понимаешь. Даже если не слышал. Не слышал, но использую. Немножко JavaScript-линтинга здесь был вопросик. Если линт новый бомбанул, если бы этот вопрос был год назад, я думаю, что у него бы было вот все эти плюс 41%, потому что он новый просто. Вот, да. Там какой-то есть Хо. XO. Хеннесси, возможно. Хеннесси. Кто-то просто пьет, прибухивает 24 человека. И нормальный им код сразу кажется, он его расставляет там. И все. Да. JavaScript-тестинг. Кто-нибудь вот тестит свой JavaScript? Просто реально тесты прогоняет, не? И чуваки, чуваки, ответили. Побеждает, конечно же, что не использует. Но я хочу ответить вам, не ответить, а обратить ваше внимание, что моча. На втором уверенном месте. Да, моча та самая, которая, кофе так называется, моча. Вот, извините, можно мочу? Да. Шоко мочу. Есть, кстати, плюс 7,5% у мочи. 19-й скучный. Поэтому вот такая статистика. Я не знаю, грустная она, веселая, или просто какая-то, что-то кого-то наводит на какие-то мысли. Напишите в комментариях, вы вообще соответствуете статистике? Или вы сразу beginner ответили, и нормас вам был? Да, на все остальные не, не слышу, не, не слышу, не, не использую. Да. Хотелось бы узнавать, когда такие проводятся опросы, и поучаствовать разочек. Нажать пару разочков, 19 разочков. Ну, я вот, ну, такая, мнение свое высказываю. Ну, слушай, может, нам на ювеб-дизайне каждый год замутивать такой опрос, у нас все будут репостить. Ты просто не веришь даже, что все это у меня записано в списке, нужно сделать. Блин, ты понимаешь, что у нас сейчас своруют эту тему все пацаны, которые нас слушают? Ну, вот, я не знаю, зачем ты ее озвучил. Ты вот, надо вырезать это при монтировке. Ну, ладно, не будем вырезать. Хотя я маркер-то поставлю, подумаю еще по настроению. Ну, и че? Че ты хотел? А я хотел сказать, что... Как же ты меня сбил-то сильно, ё-моё. Согласен, я кританул по тебе, и ты все, уже зуботычен. Подожди, подожди. Ну, давай, там было, что в прошлом году, I don't use, давай. Че было? Подождем, мы все подождем тебя, Саша. Не, у меня вообще без результатов. Без вариантов. У меня просто я отвалился полностью. По тайм-ауту. Между прочим, у нас перерыв должен сейчас быть по плану. По плану. Я предлагаю, да, перед тем, как откинуться на ваших геленвагенах, в которых вы слушаете наш подкаст, давайте немножко передохнем. Выйдем из геленвагена, потрясем ножками, ручками, поприседаем. Побьем в крыльях, где снег мокрый забился. Да, побьем грушу. Вот. И потом вернемся, и будет светские новости. То ли про Хеннесси я что-то хотел сказать. Ну, ладно, буду вспоминать. Просто поедала там туле. И мы вернулись в перерыв. И вы бы знали, на самом деле, что происходило в перерыве. Саня не то чтобы отдыхал, он наоборот работал. Он говорит, я сейчас, говорит, переслушаю кусок. И, говорит, расскажу, что я думал. Я, да, я прям заставил себя вспомнить. И я вспомнил. Это к вопросу об опросах. Простите, опять же, за эту автологию. Я тут недавно утром сидел в ванной. Опа. Господа. Мылся. Так. Гусары молчать. Так. И мне пришло от Близзарда уведомление. Типа, братан, пройди у нас, пожалуйста, ежегодный вопрос. Дерьмо. Потрать 10 минут. Ты тратил в ванне, пока сидел? Знаешь, самое главное, что когда они уже сами не стесняются говорят, потратить 10 минут. Это значит, ты просто трёшь на минут 30, наверное. Ну да, да. Но нет, я уложился в 10. Я прям как бы минимально думал, отвечал. И там, знаешь, все эмоции. Почему меня... Я сразу как бы предвижу вопросы. Почему? У меня активная подписка на Вовку. Это из-за этого. Мне ничего, кстати, не пришло. Даже при том, что у меня Overwatch куплен. Ну вот, а вот мне пришло. И там именно такое, типа, блин, чувак. А вот в свободное от Вовки время вообще что делаешь по жизни? Опа. И там всякое. Там есть варианты. Практически играю в гольф по Обамычу. Вау. На гитаре играю. Тусю, не тусю. Свой ответ есть. А если вот, говорит, играешь, вот, кроме Вовки. Ну там классический. Сколько часов на Вовку тратишь? А внутри Вовки на что тратишь время? А на что хотел бы? А что тебе в ней больше нравится? Ну кроме этого были еще... А какие другие игры ты, кроме Вовки, играешь или играл бы? И можно вписать свое. Ты, естественно, вписал всякую скучнятину. Ничего не вписал. Там есть... Там, во-первых, не было где вписать. Так бы вписал. А там были, кроме попсовых всяких, типа там Battlefield 1 новый и так далее. То есть они как бы пиарят немножко конкурентов? Ну, вот там так много игр было. Прямо практически консольные эксклюзивы, типа Watch Dogs. Я правильно что сказал? Нет, скорее Uncharted. Uncharted 2. Да и любой. Первый, второй, третий, четвертый. Их 4 уже. А что второе недавно вышло? Dishonored? Ну да, Dishonored. Но они не эксклюзивы, опять же. Что такое? Все я мимо. Все прям вот мимо. Ну ладно. Короче, вот все вот это вот было. Все, что я не знаю. И были всякие старые, практически Beyond Divinity, Divine Divinity. И там были варианты, то есть были по мне вариантики, которые меня за струны души подергали. И там прям именно, а вот в скучной стратегии вы играете? А вот, вот есть в Вовке такая же часть, как вот в скучной стратегии. И я прям сидел честно им все прям от нуля до десяти порекомендую ли я аукционы Вовке своим друзьям? Блин. От нуля до десяти порекомендую ли я битвы питомцев Вовке? Я понял, почему мне не пришло, потому что это про Вов. Да-да-да, там именно они, возможно, столкнулись с тем, что то ли падает интерес. Хотя по тебе Легион, наоборот, бомбанул. Ну, Легион бомбанул, но они просто хотят знать, собирают инфу. Возможно, они думают, почему бомбанул. То есть как бы, ну, Big Data им нужны. Да. И это будет являться, в принципе, мостиком к одной из наших следующих тем. Ты прям крутую историю рассказал, и мне даже нравится этот опрос. Он тебя не отталкивает. Возможно, потому что ты это про игры играешь. Просто видишь, я тебе еще нормально рассказал. Если бы он тебе самому пришел, я даю 98%, что ты бы их нахрен по слову не проходил. Я бы про Overwatch бы я прошел, но только не 30-минутный. Ну, тут нет, тут 10. Вот они, как сказали, 10. Вот я примерно 10 минут у меня жопа отмокала. Потому что я как бы все бросил. У меня телефон бам-бам-бам-бам, типа почты. Я думаю, блин-блин, какой-нибудь крутой новый комментарий на ее дизайне. Какое мы говно там или что, какие мы крутые. А нет, Blizzard. Отлично, мне очень понравилась тема. Ставьте лайк, если вам понравилась тема от Blizzard. А мы переходим. А мы переходим в легенькие темочки. Мы сейчас их не то чтобы будем щелкать как семечки, потому что это темочки. А мы их будем кушать как картошку. Потому что в Беларуси начались блокировки Тор. Ни хрена себе. Вот это поворот. Господа, я напомню вам, что Тор это не тот самый мифический персонаж, который бог. Который только он может молот поднять. Да. А та самая хренатень, которая вам спокойненько помогает обходить все, что заблокировал ваш там, ну, тот самый Роскомнадзор, например. Или какой-нибудь Беларуснадзор. Белкомнадзор. Ну, окей. И тем не менее, вкратце, вкратце, было принято в начале 2015-го постановление о блокировке Тора. 2015-го, в начале. И там реально вот целая статья, что бла-бла-бла, нельзя то-то-то. И в том числе Тор, как знаешь, обычно любят перечислить. Да, прокси-серверы все запретили. Ну, как бы. Как живут-то у них на мелких и крупных предприятиях, когда внутри там свой прокси-сервак, чтобы ограничивать интернет у людей. Да. Не знаю. А в конце ноября-декабря пацаны спалились, которые, короче, пользовали Тор. Пишут, а что-то недоступный стал Тор. Да ладно. И реально, в каких-то вот провайдерах, например, таких как Atlant Telecom. Это не реклама. Да. Мобильный оператор Wellcom. Мы здесь не сидим сейчас на картошке в данный момент из-за того, что произносили. Не на тракторах подкаст записывали. Но реально, вот Тор, Тор все. И понимаешь, понимаешь, в чем дело? У меня все еще немножко вот странная такая штука. То есть Тор, это по сути, ты его хрен обойдешь нормально-то. Так вот именно, как бы его сложно заблокировать, так скажем, на уровне архитектурном. Но заблокирован доступ к публичным узлам в Беларуси. Или в Беларуси, как кому нравится. А мы будем по-русски говорить в Беларуси. И сервисы по-прежнему доступны при использовании мостов. Bridges. Здесь написано. Вместе с использованием мостов рекомендуется обфусцировать трафик с помощью там того-то-то. В общем, здесь написано полная технология, как обойти, господа белорусы. Я думаю, вы уже и раньше нас это все знали. Конечно, наверняка вы уже все сидите и без проблем лазите. Но напишите в комментариях, кто пострадал реально. Вообще, вы как бы проясните ситуацию. Нам-то отсюда не видно ни хрена. Я тебе так скажу. Сейчас, опять же, интересная история, как про Близзард, только еще круче, пикантная. Ух ты. На одном ресурсе, на котором я беру, ну, уже давно не беру, но брал, по крайней мере, и буду брать наверняка, так скажем, контент для вечерних. Вечерний контент, да, я тоже хотел так сказать. На вот этом сайте люди, вот именно которые раздавали тот самый вечерний контент, не тот, который я другой качаю для себя, а тот, который вечерний контент, а, понимаешь? Вечерний контент для паблика, да, уточним. Вдруг кто-то еще не понял. Люди, раздатчики, вот автор прям раздачи, уходят реально и пишут, у меня уже проблема с этим дерьмом, короче, с доступом постоянно у меня проблемы, я ухожу с ресурса и больше не буду выкладывать. И кто-то подхватывает их темы, кто-то не подхватывает, и реально меньше контента. Вот дерьмо, я-то и не знал, что там у нас бунт готовится. Не у нас, у них. Да, люди уходят. Вот я и спалился, да. Люди уходят и не могут выкладывать всякое. Ну, слушай, ну никаких, ни с Тором вообще все лайк и чаром работает. Я тебе скажу так, от себя, если ты сидишь, допустим, через, допустим, включаешь, и ты типа в Америке, ходит медленнее. Нет, базару нет, вообще сильно медленнее, но ходит же. Ну, ходит, ходит. Ты же понимаешь, что потом торрент клиента уже не через это ходит, а через обычные. И там уже немедленнее, там уже 10 мегабит. Там-то соседа я тяну нормально. У меня там прям прет вообще. Вот именно. Там как будто у тебя из соседней комнаты в натуре это раздают и все. Как будто батя уже скачал. Вот да. Идем дальше. Навыки людей компьютерные. У меня так написано здесь, как будто навыки людей компьютерные. И нам Дмитрий пишет очень смешной действительно комментарий. Говорит, что-то никто не предложил разделять подкаст на несколько частей. Ай-яй-яй. Быстро нужно исправиться. Хорошо, что у ребят очень серьезная бюрократия и до руководства не дошла эта идея. Ну, правильно, потому что... Да. Ну, это те самые шуточки, которые мы шутили. Он их просто поддерживает. А сейчас он с Geek Times предлагает статью рассмотреть. Опять же, занимательную статистику. Мы любим в конце года занимательные статистики хапнуть. Распределение компьютерных навыков только 5% людей можно назвать продвинутыми. Пользователи. Это с баннеров на разных сайтах. Только 5% людей можно и там какая-нибудь гифка мелькающая. Там что-нибудь можно. Смотри-ка, как вот этот опрос абсолютно не соотносится с тем, что 4715 чуваков, из них большинство advanced. Да, и... С тем, прошлой статой. Респонденты разные были. Респонденты были разные и по всему миру. Это не только Россия. Не подумайте, если здесь русский текст, это не только Россия. Но с такой фотографией точно уже не русский чувак. Да. Это он сильно крутой. Сильно крутой. Люди в возрасте от 16 до 65. То есть, с возраста согласия до возраста несогласия. И, короче говоря, что взяли? Короче, в работе в основном изучались способности людей, которые имеют отношение к выполнению рабочих обязанностей. То есть, за ПК. Давай сразу перейдем. Не будем это рассусоливать. Ну, что-то опросили, кого-то опросили, много людей. Начнем. Ниже уровня 1, то есть, по умению вообще использовать. Вообще, использовать компьютер. Как здесь написано, в общем-то, здесь речь идет о почти полном отсутствии навыков работать с компьютерами. Но все же выше нуля. Да, таких 14% взрослых пользователей. Мне каждый раз, когда у нас на работе люди звонят и говорят, у меня не включается компьютер, а у них на самом деле от монитора провод питания отошел просто. Так. А у них компьютер не включается. Так. Понимаешь, да? То есть, ну вот, это скорее всего ниже уровня 1. Такие люди по-прежнему есть. Вот как они чайник дома могут вот включить? Вот не включается, но проверить питание. Они боятся всего нового. Они просто не хотят пробовать, как мы маленькие. А я, нет, я их же, я-то их спрашиваю. Я же бы длю говорю. Вы что, говорю, дома, когда чайник переключаете из розетки в розетку, тоже звоните кому-нибудь? Ага. Но, говорит, здесь же я вдруг сломаю. Вот. Видишь, боятся. Вот, да. Идем дальше. Давай дальше. Уровень 1, то есть, то было ниже уровня 1, то есть, ниже плинтуса. Просто днище. А здесь чуваки, которые уже чуть пробили головой днище. 29 взрослых процентов пользователей, они уровня 1. Ну, такие, более продвинутые пользователи, но это нельзя назвать именно продвинутые. То есть, они могут использовать браузер, почтовый клиент. Ну, как бы, реализация таких задач... Даже некоторые функции найти все сообщения электронной почты от Ивана Ивановича. Да. Это я даже иногда не смогу выполнить. Согласен. А тут прям могут. 29% таких чоков. Уровень 2. Это повыше, пацаны. На этом уровне выполнения задач требует и опыта, и специфических знаний. С одновременным пониманием самой задачи. Например, пользователь может справиться с заполнением сложной онлайн-формы. Наверное, Вовке заполнил. Да, опрос пройди. Требующий, то есть, ты можешь. Ты второй уровень, как минимум, уже хорошо. Вот. Короче, таких 26%, без прикола. Как обычно, крепкие середнячки, их много. Уровень 1, уровень 2, их много. Продолжим про Иван Иванович. Типичная задача, с которой могут справиться пользователи этого уровня. Это, например, поиск документа определенной тематики, отправленного Иван Ивановичу в сентябре прошлого года. Ё-моё. Я только, если нагуглю на Ютубе. Да, если ролик посмотришь, как такое делать с Иван Ивановичем, тогда смогу запрыгнуть на уровень 2. А то к нему подходишь, обычно не знаешь, как подойти к Ивану Ивановичу. Уровень 3. 5% взрослых пользователей. И вы понимаете, что это уже серьезный уровень. Уровень уже имеет отношение к пользователям, которые могут сделать очень многое. Как мы можем многое. Используя большое количество... Я случайно проскролил. Используя большое количество... Я, видимо, не опытный пользователь. Так вот. Чё я говорил? А, разнообразных инструментов для решения своей задачи. Их рабочие задачи могут состоять из большого количества промежуточных шагов. Прям вот умненькие они. Причем некоторые из них не только включить монитор, но еще там открыть Word потом в компьютере. И т.д. и т.п. И напечатать. Много сложных задач. Прям цепочечку. И требуют прям специфических знаний, навыка и опыта. Если взять в качестве примера все те же письма Ивану Ивановичу, то речь здесь идет о возможности подсчитать процент отправленных имейл определенной тематики определенному адресату. И это самая простая задача, с которой могут справиться такие пользователи. Ни хрена, они мозги желтые. Я сейчас охренел. Я сам, я не знаю, я в Excel бы это считал, наверное. Я не знаю. Ну конечно, да. Возможно, хоть на бумажке. Не, возможно, это можно в Google почте сразу посчитать. Ну это тогда мы сейчас спалили, что мы не уровень 3 далеко. Так я тебе о чем и говорю. Далеко на днище мы все-таки. Давай посмотрим просто на картиночку. Немножко. Давай перед картиночкой вот у меня тоже вопрос возник такой же, как у автора. А почему сумма всех названных не 100? Ну, и почему? А дело в том, что уже почти треть взрослых не умеют пользоваться компьютером вообще. Ниже уровня 0. Ё-ма-я. В основном не упомянули это. Конечно. Ну вот и упомянули. Угу. Идет о людях из удаленных регионов или стран со значительными экономическими проблемами. То есть Кения, в которой... Понимаешь, не Кения. Мы сейчас посмотрим с тобой. Ну ладно, да. И мы с тобой видим, знаешь что? Знаешь что? Серая. Can't use computers. Те, кто не используют компьютеры. Где? В Японии. Хотя, казалось бы, там хай-тек. Но. Там за них роботы уже используют компьютеры. Слушай, нет, нет. Я знаешь, что думал? Ну-ка. Недавно же была тема про то, что японцы, они очень уважают людей в возрасте. Ну да. И возможно, они у них много живут. Японцы же долгожители реально. Ну да. И возможно, очень много стариков, я не побоюсь этого слова. Извините, всех стариков, которых я видел. Все еще последний самурай. Конечно. Они уже can't use computers. Вот. Левел 3, мы видим, практически никак не изменяется. То есть умники. Кстати, в Японии левела 3 тоже больше, чем всех. Там, видишь, от крайности к крайности. Да, они в крайности бросаются. Но у них очень мало чуваков, которые ниже первого уровня. То есть чуваков таких, которые прям вот совсем плохенькие, нету. Ну, почти мало. Вот такая история, господа. Слушай, что еще сказать? А, вот давай левел 2 медиум мне нравится. Давай. Где? В Голландии, видимо. В Голландии нормально. В Незерландс и в Австралии. Какие-то вот... В Скандинавии еще там. Посредственные страны, да? Вот какие-то. Они вот взращивают таких вот. А где Раша, простите? Не менее посредственная страна, чем Скандинавия? Где? Походу нет. Сингапурзу-то есть. Ну да, прям там людей сто пудово больше, чем в Раше. Согласен. OECD Average. Вот что такое OECD? Там сейчас будут острова какие-нибудь хреново. Ну-ка. Сейчас мы с тобой сейчас... International Helping. Организация экономического сотрудничества и развития. Кто эти люди? Это, по-моему, чуваки, которые как раз делали этот опрос. Нахрен. Нет, нет. Это американцы, Австралия. Ну, короче, весь цивилизованный мир. А мы, это государство, заинтересованные во вступлении. Хорошо. Понятно. Господа заинтересованные, предлагаю заинтересоваться следующей темой. И сейчас я вам скажу про что там. Это социалки, да? Социалки идут? Светки? Да. Ща, ща будет. Как платить программерам меньше? Это прям серьезная тема. Я даже немножко поднапрягусь. Да, да. Ты хотел мне сказать, что нет, а да. Я хотел сказать, что Никита ее нам первую предложил. Слушай, да, Никита предложил. Но Никита это я. Причем он с третьего раза ее предложил. Что-то там. Что-то предложил. И, в самом деле, это очень интересная тема, господа. Я вам предлагаю так и поступить. Вот как написано в статье. Пожалуйста, вот все, кто заведует... Я просто скажу, Никита-то нам оригинал предложил. На egor256.com. А потом нам предложил Денис Кэ. И он уже с хабра ее предложил. И вот ее там уже и рассмотрим. Ее, да, на российском языке. Знаешь что? Суть-то какая? Всем, кто занимается управлением веб-студии. Предлагаю вам заняться вот этой статьей. Почитать просто. И действительно принять во внимание. Например. Если вы сильно много примите во внимание, вы в зеркало. Потом посмотрите на себя. Возможно, вы уже чертил. Возможно, вы свинья просто, да. Как платить программистам меньше? Вот просто. Вот так. И действительно. Вот просто. Как вот помешать тому, что чуваки каждый раз что-то хотят больше всего? Вот как... Просто вот как будто они вот... Не знаю. Они все в ад попадут, я считаю. Вот все хотят что-то хотят. Под себя гребут. Я не могу. Просто программисты, они жадные мрази. И что-то давай-ка им помешаем. Знаешь, как им помешать? Смотри, смотри, смотри. Держите зарплаты в секрете. Первый. Первый. Очевидно, не стоит разрешать программистам обсуждать зарплаты. А вот как контролировать такое? В пивной же они не могут запретить? И тут тебе ответ сразу. Они должны держать эту информацию в тайне. Запретите им. А лучше подпишите запрещающий NDA. Обсуждать вопросы зарплаты друг с другом. Точнее, говорить о зарплатах, бонусах и других плюшках. Я не ту строку даже прочитал. Они будут считать тему денег ядовитой. Как-то токсик. Токсичной. И никогда не обсуждать вопросы зарплаты друг с другом. Мм? Нормас? Нормас. Первый вопрос. Повышайте случайно. Это, я вам говорю, это еще не самые эффективные советы. Дальше будет лучше. Повышайте случайно. И здесь просто о том, я не буду даже читать. Просто. Рандом. Никогда. Не то, что у тебя есть система. Так, значит, в этом месяце я повышаю всем этим. Так, в следующем я это. Нет. Ты берешь вот этому. Оп, поднял. Чуть. Потом, оп, другому. Причем еще, возможно, надо на мало поднимать. По-разному. На мало. Лучше на мало. Потому что, как бы, мы же хотим поменьше платить. Ну. Постарайтесь сделать ваши решения непредсказуемыми. Непредсказуемость создает страх. А страх это то, что нам нужно. Сотрудники будут бояться поднимать вопрос повышения зарплаты долгое время. Ну, хрен его знает. Может, мне сейчас повысят. А может, если я сейчас скажу, мне не повысят. А? Согласен. Я сказал, блин, он такой спонтанный обычно. У Линдси Стирлинг есть трек Spontaneous Me. Спонтанное я. Вау. Мне кажется, я уже говорил это в нашем подкасте Суровый веб. Ну, повторение мать учения. Никаких конференций. Следующий пункт. Не разрешайте им посещать митапы и конференции. Ну, вы понимаете, они там могут просто понахвататься. А во-вторых, они там могут подхватить что-нибудь. А в-третьих, их могут подцепить другие люди. Рекрутеры, так сказать. Я кого подцепил у программиста? Рекрутеры, я думаю. Ну, пусть рекрутеры. Ну, тем не менее, да. Рекрутеры и... И знаешь, чё? Самое главное, самое главное. Постарайтесь убедить их в том, что конференции – это пустая трата времени. Как Умбутум завещал. А митап всегда можно организовать в офисе вместе со своими коллегами. Которые, с которыми ты не можешь общаться по поводу зарплат. Следите за ними. Вот это отличный пункт, господа. Следите за ними. Убедитесь, что все они используют корпоративную почту, компьютеры, сервера и даже мобильные телефоны с установленным ПО для отслеживания каждого сообщения. Совсем идеально – отдел безопасности, который будет следить за каждым и полить чё, кого там, кто, где. Бедных программистов кошмарить просто собираются вообще. Вот это отлично просто. Договаривайтесь с конкурентами. Просто важно, сотрудники должны знать, что его следить за ним, потому что страх, опять же, не будет лишним. Договаривайтесь с конкурентами. И, знаешь, вот ты можешь договориться с конкурентами. Чувак, давай, короче, давай не будем друг у друга сотрудников брать. Они такие, чё это, мы не согласны. И ты сразу, молниеносно, просто гамбит делаешь. Берешь и у них нанимаешь сотрудников за огромные бабки. Насрать, побольше им заплатишь вообще. Чё как тебе? Я всегда буду так делать, если не подпишешь сейчас вот это. Вот, вот. Продвигайте корпоративные ценности, следующее. Ну, это более-менее нормальная тема. Постоянно рассказывайте сотрудникам о том, что насколько прекрасна ваша компания. Насколько важна её миссия. И вклад в общее дело. Вопрос зарплат покажется им несущественным на фоне многомиллиардного долларового рынка, на который ваша команда пытается доминировать. Дальше... Звучит страшно. Звучит страшно. А следующий... Корпорация зла. Он как бы связующий вместе с корпоративными ценностями. Постройте семью. Корпоративы, тимбилдинги, пиво по пятницам, боулинг, дни рождения и совместные обеды. Всё это создаёт ощущение, будто компания вторая семья. И не хочешь уходить действительно. Как же я потеряю, не смогу там с им Виталькой поговорить, правильно? Мне вот мой начальник, знаешь, что всегда говорит? Так. Он говорит, сделай так, что когда вот только звонок прозвенёшь, у тебя рабочий день, ты просто всё сразу бросаешь, шляпу надеваешь по твоему бате. Угу. И выходишь просто... И тебя ничего не волнует больше. У меня рабочий день закончился. А это у вас тимбилдинг, он тебе специально это говорит? Он, да. И он всегда... Потому что ты один раз, если... Задержишься, то ты всегда здесь будешь задерживаться, просто и всё. Но этот начальник тебе не платит зарплату, поэтому он так говорит. Если бы он платил, он бы тебе сказал, ооо, чувак, да, задержишься? Ну вот да, определённые есть сложности, но платит. Имеется в виду, что платит тебе чувак другой. Если бы другой чувак тебе пускал... Ну я согласен, его личные деньги от этого... Ну просто, видишь, он мой друг, поэтому как бы тут сложно. Потому что вообще-то зарплату он нам насчитывает. И он её всё равно по-братски нам насчитывает. Но больше вдруг или меньше он не может, ну как бы да, не в его компетенции. Но вдруг он резко начнёт повышать, ты смотри, это всё оно. Если вдруг, это на страхе тебе. И внезапно ещё, да, да. Согласен. Держите их в напряжении. Работники никогда не должны расслабляться. Убедитесь, что у них есть срочные дедлайны, сложные проблемы и достаточное количество ответственности за плечами. И как бы ты постоянно будешь давление ощущать. И думать, блин, я что-то всё не сделал, мне как вообще пройти премию-то просить? Да. То не сделаю, это не успеваю, это у меня висит, как висяк. И как бы, в принципе, в твоё должностную инструкцию уже заложено, что у тебя будут висяки. И ты как бы не знаешь, что они не закончатся. Никогда. Да. О! Мягкие кресла и теннисные столы. Здесь даже не о чём говорить, ну просто серьёзно. Оборудуйте охрененный кабинет, и все будут думать, блин, круть, 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 слушай, можно на приставочке у нас поиграть. Кого? Кого просить? Тут и так прекрасно. Тут всё круть. А на самом-то деле надо шляпу надевать. Да. Используйте важные названия должностей. То есть, ты начинаешь называть их вице-президентами. Например, вице-президент по инженерии, вице-президент по технологиям, вице-президент чего-то ещё. И это ничего не значит для вас, но очень важно для них. Зарплата будет иметь меньшее значение, чем то, какие строчки они напишут в своём профиле в LinkedIn. Который уже Роскомнадзор у нас заблокировал. Да, запрещённая организация. Вот да. Вот так, вот так. Помогите им выжить. И вот я вот это здесь не очень понял. Большинство программистов не умеют вести домашнюю бухгалтерию. Не знают, как купить страховку. Не умеют копить... Это, видимо, для американцев очень такая распространённая тема. Не умеют копить на пенсию. Не знают, как правильно заплатить налоги. А как бы, понимаешь, у тебя же, видимо, всё есть. У тебя юристы есть, всё есть. Они это занимаются. У тебя есть отдел. Ты им говоришь, давай чувакам просто будем всё оплачивать. Без париа. Хотя бы не оплачивать, а просто... Чуваки, мы у вас за зарплаты прям... Вычтем. Ваши налоги платим. Вы как бы не парьтесь, всё нормально. Прямо за дом всё у тебя будет уходить. Вы только не просите повышения, а то мы перестанем это платить. Потому что... Всё, вы не разберётесь. Да, ты представляешь, как с корнем тебя вырвут, если у тебя всё там. Да, да. Ну и последнее. Будьте другом. Это последняя и наиболее действенная техника. Программисты должны видеть вас друга. Договариваться с друг с другом о деньгах сложно. Они будут продолжать работать за меньшие деньги. Потому что вы хорошие друзья. Как стать друзьями? Встречайтесь с их семьями. Зовите их на ужин к себе домой. Дарите подарки. Это сохранит вам кучу денег. Вот такая стадия. Я надеюсь, вам всем понравилось. Самое смешное, что... Знаешь, кто её пишет в оригинальном английском? Её Егор Бугаенко написал. Отлично. Возможно, из соседней страны. И там-то он, возможно, просто... Вот всё, что к нему применяет, он просто, ну, вылил и всё. Или, возможно, как он применяет. Ну, то есть, да. Это к твоему вопросу, в Америке актуально это или нет. Походу, это не в Америке актуально, а в других странах. Ты же сначала сказал, что это Америка. Сначала английская статья была. Да, но она на Егор256.com. Она на английском, но она не английская. Понятно, всё, я тебя понял. Она английская, понимаешь? Следующая тема нам предложена, между прочим, шлюхогоном 42. Да, у него, между прочим, есть занимательная ссылочка. Если хотите, перейдите обязательно на юбдизайн.ру, посмотрите темы к 106-м подкасту и зайдите. Но, тем не менее, он предлагает другое. А он предлагает про Телеграм-новость. Откуда будем читать? С Телеграма или с IFTTT? С Телеграма. Хорошо. И в Телеграм появились такие крутые темы. Во-первых, вышло обновление 3.15. Раньше у нас такая в детстве была игра 3.15. Нужно было отпрыгивать. Да, да. А сейчас, короче, 3.15 с обновлением Телеграма. И знаешь, что можно делать? Вот такая фича. Можно в Телеграме, а это мессенджер от Павла Дурова, я вам напомню. Можно пинить ваши чатики. Например, очень важный с мамой. Чтобы случайно потом бухим, попасть на этот чатик и написать, приезжай в 20.00, у нас тут баня. Да. Телки уже приехали. Телки? Нет. Телки, это ты как бы. Ты приезжай. Вот. Поэтому суть-то какая? Суть в том, что можете пинить, и она будет просто сверху там зиждеться у вас. И нормально. Мы недавно в YouTube Design чатике, не недавно, а полторы недели назад, когда у нас еще случился стрим, рассуждали, как по-русски будет запинить. Прикрепить. Закрепить, я так и сказал. Никто не догадался. А в ТТТ будешь помогать мне сейчас. Короче, if this, then that. Такая охренотень. И это, короче, видимо, хрен его знает. Я, честно говоря, не вчитывался, но можно типа... Ну, короче, это хуки. Если ты в Facebook что-нибудь лайканул, у тебя сразу в чатик телеграмовский улетает. К маме. Опять же. Да. Там, где ты девочек лайкаешь. Скорее всего. Или если в Instagram запостил, сразу хоп, кому-нибудь в чатик улетает. Полезная функция. То есть, чтобы прям не запариваться. Уже максимально, чтобы за тебя все делали, как в компании. И, кстати, кстати, Telegram, видно, поддерживает Android, потому что making Android great again. Они пишут следующий подзаголовочек. Смешно. Они сделали очень хорошую... Я не знаю, в iOS нет или нет. Я вообще не использую вот эти все вещи, типа подредактировать фоточку. Мне подошло на хрена. Я использую, но не в... Не в Telegram. Да, не в Telegram, а просто я захожу в фото или переворачиваю, иногда кадрирую, иногда сделаю это магическое выравнивание экспозиции. Но ничего такого сверхъестественного, ничего противоестественного, я бы даже сказал. Да, и вот в Android это добавили, то есть круть-круть можно редактировать. Еще мне нравится функция, как на YouTube, как в приложении YouTube, можно в какой-нибудь угол сдвинуть YouTube видео, но не в какой-нибудь, а здесь конкретно в правый верхний угол, и оно просто у вас будет играть там на фоне. А ты будешь чадиться. В картинке это называется? Как на старых телевизорах нулевых. Между прочим, там конференция Overwatch у него заскринина. Опа. Откуда ты знаешь? Вон написано Overwatch. А вдруг конференция вообще о другом? По новым компьютерным технологиям и защите компьютерных программ, как в Братья 2. Да, там чуваки пишут что-то про Macree, то есть там в принципе хорошо. Они стикеры еще используют. Вот такая, вот такие новиночки в Telegram. Я не знаю, вы используете или нет, но многие уже перешли, многие уже пользуются. Ставь лайк, если ты пользуешься IFTTT, и напиши в комментариях вообще, какие практические юзкейсы, помогают решить данные интеграции. Следующая тема, она в светских как бы у нас. Я не уверен, ее, наверное, можно в научпоп, а сейчас про WordPress. Как думаешь, дотяну до следующей темы? Через WordPress, переходя вот так, поменять вот эту вот, которая про Трампа. Я без комментариев это передвигаю просто. Отлично, давай, сейчас WordPress вжарим. Давайте, вжарим. WordPress может быть использован как фундамент для веб-приложений разработок. Угу. Отлично. У тебя написано WordPress, fake, и you know it. Я абсолютно не знаю, почему я такое название придумал вдруг. Как, I'm sexy and I know it, естественно. Но здесь интервью с Томом Макферлином, и на самом деле, я часто у него на блоге бываю, он очень круто, практические примеры посетит про WordPress. То есть, в принципе, на данный момент он широко известен. В узких кругах. В узких кругах, опять же, да. Как крутой WordPress разработчик, который именно нетривиальное дерьмо предлагает. То есть, прям вот сам берет, пишет какие-то куски. Еще один Explorer. Да, да, да. Прям вот, очень точная характеристика. Ты можешь подержать вот так, и покрутить, чтобы она у тебя не ходила так, ходуном. Угу. Угу. Прям вот держи за горло ее, и крути. Я уверен, что нормально будет. Не, не, вот, вот, да, вот так держи, и во, вот так, да. То есть, только ты приподними ее, ты сейчас просто туда-сюда делаешь. Мы это вырежем, скорее всего, я сейчас маркер поставлю, чтобы... Давай, энтузиаст Wordpress'а. Кстати, да, этот, как евангелист, во, евангелист Wordpress'ский. Часто я у него на сайте подглядываю всякое. Вот такой человек, я нашим подписчикам демонстрирую на данный момент на экране своего. Там бородатый, да, чувак какой-то? Ну, как, ну, с легкой небритостью. Бородатым я бы его не назвал. Хотя, по сравнению со мной, конечно, бородатый. Что там говорить-то? Так. Спрашивает его, Том, братан, расскажи вообще чуть-чуть о себе. Вот ты как бы такой уже чувак с именем. А почему вообще? Когда все началось? Говорит, в 9-10 лет началось. У меня в семье появился первый компьютер. 386-й был. 8 мегабайт оперативки на борту. Ну, застали. Ну, мы с Никитой, да, уже неоднократно рассказывали, с чего у нас начиналось. Не будем повторяться. Но вообще, для тех, кто недавно подсоединился, 486-го в основном, а у Никиты 133-го, Апентиума. Ну, у меня с первого Апентиума, да. Ну, Вольфенштейн, Дум-2. Короче говоря, хрен бы это, а он уже практически в 11-12 лет уже писал приложение на Visual Basic 3.0. Еще на дискетах он получил компилятор. Ты имеешь в виду у него деревянные игрушки были? Походу. То есть, люди-то, которые WordPress-ом занимаются на профессиональном уровне, они с Visual Basic-а начинали. Там дальше хорошо, он ностальгирует, что он играл Wolfenstein и Doom 2. Да, да, я, правда, уже это прошел, но Visual Basic 4, говорит, я, потом, говорит, я с винды на Linux перешел, свитер надел, бороду свою первую. Так. и начал возвращаться к Windows, потому что на Linux видях у него не поддерживаются. Че-то все. То есть, как бы игрулькать он не смог, вернулся на Windows и боролан CC++. Понял? Че он ковырнул-то? Ну, мы ковырнули. Согласен, мы с тобой примерно тот же путь проходили, только без Visual Basic. Ну, он, конечно, по 100-е, чем мы. Ну, я думаю, лет на 5, не то, чтобы на 20. Но выглядит на 20. Ну, да. Когда в колледже был, я все вообще, от C до Java, от PHP до Ruby on Rails, все, пробовал, все виды наркотиков. Так. Работал, зарабатывал деньги и на PHP, и на Дотнете, и на рельсах, и теперь на WordPress. А он WordPress с PHP разделяет. Кстати, несмотря на то, что его, так скажем, решение для WordPress они на самом деле демонстрируют о том, что он именно хороший PHP-разработчик. Я на самом деле даже без, без на самом деле, без слов паразитов вот этих гадких, просто скажу некоторые положения из этого интервью, которые меня не то, чтобы потрясли, а просто показались занятными, потому что по факту он здесь просто про себя рассказывает и все. То есть не то, чтобы он нам какие-то советы здесь дает, очень крутые. С 2005 года он WordPress занимается, и в принципе, как он в 2005-ом вообще выживал там в WordPress? Не знаю, но возможно, если ты просто моложе нас, а если я прав, и он на 5 лет нас моложе, то как раз старше, то как раз в 2005-ом ты и начнешь WordPress примерно одновременно с нами. Я знаешь, что еще думаю? Он, возможно, помнит те самые времена, когда вот не было вот этого кастомайзера. Он, возможно, именно по ним и ностальгирует сильнее всего, стопудово. Как подумаю Волшинштейну. Это, говорит, я еще занимался до того, как на стеку Airflow все спрашивали, все гуглят сейчас. Вот я, говорит, тогда, когда еще все прикольно было. То есть по книгам хреначил? Или что я? Охреново знает. Возможно, просто башкой все пробивал. Сурсы смотрел, думал головой. Explorer. Может быть, на форумах общался. Вот, ну, не на стеку Airflow, а именно в булетинах и по хпбб. Потому что, ну, а почему бы и нет? В то время все этим занимались. И я, говорит, когда работать начал, уже на рельсах делал, все. Но потом, когда все-таки начал работать над чужими проектами, когда ему начали говорить, блин, да делай сайт. Или там, блин, переделай, вот здесь футер. Начал работать с WordPress. То есть, Twitch его рынок заставил. Если бы он не в своей стороне начинал, возможно, все сложилось бы по-другому. Был бы короткоствол, да. Да, было бы все иначе. Поэтому, WordPress, чуваки, чтобы вы понимали, это, это бизнес в этом. Поняли? Даже при том, что вот такой матерый программист. Да, да. Это не то, что тогда только так было. Это и сейчас так. По опыту своему говорим. Круто, круто. Я, говорит, кроме того, что, и вот, точнее спрашивают, когда работал WordPress уже в open-source ты контрибьютил, и до этого был Microsoft MVP. А Microsoft MVP это most valuable person практически. Да, да. И, ну, максимум valuable player еще есть такой чувак, который вообще играл прям на матч лучший MVP. Ну, здесь это именно чувак, которого номинирует от региона, что он вот главный по Microsoft здесь. Он говорит, в принципе, не то, чтобы за это надо держаться как за работу, это просто номинация, и если ты, видимо, уже работаешь с Дотнетом, то все круто. Я просто почему перечисляю его регалии, не для того, чтобы его возвысить, не потому, что он нам заплатил, а потому, чтобы вам показать, что даже люди, у которых, в принципе, такой серьезный бэкграунд много где, они приходят к WordPress в итоге. Казалось бы. Он мог вообще хоть что писать. Да, и вообще... Он мог на JavaScript, блин, на модном писать. Кстати, про JavaScript он здесь тоже пара слов каких-то скажет, но не очень лестных. Не как про Babel 6, конечно, но вот просто скажет, что не пользуюсь и не хочу. А вообще, он мог бы в Java уйти как-нибудь прям по-серьезному, как умпутун, писать какие-нибудь экономические приложения и в хэ не дуть. а он дует немножечко. И вообще, вот вы сейчас, говорит, с высоты своего опыта, интервьюер спрашивает, посоветуйте, что начинающим разработчикам плагинам и тем. Я, говорит, вот посоветую вам всем разделить, что темы, они для presentation, для перформанса, да, для перформанса, а плагин для инсталляции, а плагин для функционала. Потому что, если это разделять, то как бы в голове все значительно лучше укладывается. Ну вот, вот так вот он советует, что с точки зрения архитектуры приложения так будет разумнее. И вообще, с учетом, ну его спрашивают, какой проект, которым можете похвастаться, он там всякую хрень говорит, что с Google Maps API им работал, ему тяжело было. Вот я, например, могу сказать, что с Яндекс.Касса Яндекс.Доставка не просто было. Особенно их связать между собой и к WordPress это все прикрутить без плагинов, без вот этого просто модульного в WooCommerce накатить. А на вот на своем магазине ничего. Я знаешь, что заметил? Вообще, походу, у любых сервисов, у которых есть API, в основном не сладко приходится. Потому что, это в любом случае не твой код, тебе надо что-то ковырять там. Да, тебе надо хоть как понять вгрызться, как они там принимают, какие у них ключи, как надо это по MD5 захешировать с секретным ключом. Вот это все такое. Но на самом деле, конечно, везде примерно одинаковые. Ну да, и привыкаешь, конечно. Да, вот, например, у Сбербанка их эквайринг, он похож на Яндекс.Кассу. Но у них есть там некоторые упрощения, которых у Яндекс.Кассы нету, поэтому, да. Но, не знаю, что он в картах, интересно, у него сложный. Хотя, вот опять же, нетривиальные штуки, это маршрутинговые приложения какие-нибудь делать. Вот это я не пробовал. Согласен. Наверное, до свидоса вообще. Ну, его классические вопросы говорят, что, в принципе, WordPress же медленный. Как справляешься? Говорит, так, что он не медленный? Надо просто стандартным практикам следовать. меньше HTTP запросов, только один джаваскриптовый файл, и все у вас будет хорошо. Я вот сейчас смотрю, и я, ну, я и до этого смотрел. Хотя, кто мне поверит? Про кэш ничего не сказал. А, нет. И в System Support I will also install several other кэшин механизмов. Нихайна. Короче, да, надо кэширование. Но вообще, говорит, я не жалуюсь. WordPress нормальный. Потом, опять же, классический вопрос, а вот WordPress безопасность. Все же и говорят, что WordPress взломан. Он говорит, ну, вот не надо вот вестись на то, что в постах там пишут, потому что WordPress популярный, и про него поэтому хайпы всякие плохие. Угу. Он говорит, думайте башкой, обновляйте саму платформу, обновляйте плагины, не пользуйтесь, не гуглите бесплатные WordPress-овские темы из-за всяких варезных сайтов, не ставьте их, все у вас будет хорошо, в принципе. Блин, ну, такая, на подъеме статья. Да, здесь самое смешное, я эту статью откладывал уже недельки 3-4, и, видимо, 3-4 недельки назад она тоже не первой свежести ко мне попала, потому что его тут спрашивают, а вот, говорит, намечается WordPress 4.6 релиз, что скажете по этому поводу. А у нас, собственно, следующая тема как раз. А, да, это и является мостиком, а мы вот вам, уважаемые подписчики, уже про релиз WordPress 4.7 скажем. Так. Потому что вышла она не далее, чем 6 декабря. На самом деле, я на сайте уже выкладывал прям 6-го тогда, чтобы как бы срочно в номер, молния, тут и седы. Но поподробнее чуть расскажем здесь. Назван он Vogue Han. Они постоянно называют в честь джазистов? Или как? Да, здесь в честь джазовой вокалистки Сары Сесси Vogue Han. Угу. Слушай, обычно, по-моему, берут каких-то олдскульных, а тут... Ну, слушай, мне кажется, ее тоже нет в живых уже. Хорошо, ладно, продолжаем. Точнее, плохо, конечно. Ну, да. 2017 тема. Свой дебют берет в 4.7 в WordPress. Ё-моё. И она поддерживает несколько панелек, кастомизируемых на главный. Кроме этого, кастомное лого, как и все. И, что самое важное, полноэкранные видео. Как кто-то любит. Кто? Ну, у Сани, допустим. А, да. У Сани, допустим. Короче говоря, это 2017 на самом деле является не просто темой, в которой это поддерживается. Именно с релизом 4.7 это можно сделать, поддерживая EMM, с помощью ADD Theme Support функции. А это просто как бы как демонстрация. То есть, у нас же часто стандартные темы, они демонстрируют новые возможности. Как бы с точки зрения маркетинга, наверное, это верно. Еще фичи, которые есть. Теперь есть Starter Content. Это хреновина, которым по дефолту будут заполнены виджеты, страницы и посты. Ее можно тоже прописать через ADD Theme Support. Я для наших подписчиков сейчас демонстрирую, что есть на make.wordpress.org отдельные статьи о том, как это делается. В этот раз мы не записываем обзор, потому что... Потому что почему бы и не записывать? Да, потому что Новый год скоро и некогда особо этим заниматься, на подарки покупать. Кроме этого, есть визуальные карандашики такие. Вот в кастомайзере можно, например, изменить заголовок сайта и его description. Да. И если есть вот такие поля, то на самом сайте при открытии кастомайзера появляются карандашики такие, на которые можно нажать, и мы визуально видим, где будет меняться. Знаешь что, короче? Ну? Я тебе сейчас скажу. Как ты-то, Никита, и не знал, ты-то, Саня, и не знал. А я, короче, использовал недавно wordpress.com на своих практиках в универе. Угу. И там это давно уже, видимо, есть, потому что там это by default прям открываешь, и там везде эти карандашики. То есть, короче, они сначала это, видимо, внедряют wordpress.com в сервис. Ну, в джетпэк как следствие, видимо. Да. А может быть, когда-то, смотрю, как раз уже 4.7 не обновили. Может быть. Ну, в общем, вот, вот да. Ты это уже на себе исп... Как ощущения? Хорошее... Я не знаю, это студенты что-то делали, я как бы... Ну, вот, да. В общем, в кастомайзере можно сразу страницы создавать. Теперь уже. New pages. Прям даже в меню добавлять. Все круто. Стало с управлениями меню. Появилась вкладка дополнительный CSS. Кастомный вот этот CSS. Просто большая текст-эрия, в которой можно свой CSS писать, и он еще и в live preview вживую обновляется у тебя справа. Блин. Причем разработчикам доступна возможность накручивать функционал вокруг этого кастомного CSS. опять же, есть статья на make.wordpress.org и там нам рассказывают, как в backbone вклиниться и с помощью PHP это сделать. Слушай, иногда нам когда-то давно, когда у нас лихой WordPress был, wild WordPress разработка, мы любили, короче, взять, что-нибудь быстренько в CSS-ке поправить. Ну... Ну, вдруг что-нибудь надо. А сейчас вот. Сейчас, во-первых, есть все под спори, но сейчас я уже это и не люблю. Потому что это не отразится в гите. Потом потеряется, не дай бог, где-нибудь. Ну, сейчас ты уже не Wild Edge. Совсем не. Сейчас я уже смиренный. Как Эд Брюс. Уже просто на завалинке играю на гитаре и все. Да. Еще Блиц такой. PDF-ные превьюшки теперь есть в Media Uploader. Когда PDF-ки запуливаешь, уже не просто будет картинка PDF, а будет превью непосредственно первой страницы. Медиа-библиотека теперь можно искать по названиям файлов. Хотя, казалось бы, вроде напрашивается, но до этого, видимо, только по заголовкам, по альтам. Теперь по названиям файлов. Можно? Можно в редакторе теперь... Мы, кстати, это говорили. Когда рассказывали пару подкастов назад, что намечается в WordPress 4.7, перекомпоновали кнопочки, некоторые убрали. Поэтому теперь все попроще. В кастомайзере быстрее работают анимации, более плавно, и все прям супер. Ну, наконец-то, наконец-то кастомайзерик-то заживет. Согласен. И последнее, в Ombed добавили фейсбучные функции встраивания постов, видосов, прямых видеотрансляций с фейсбука и так далее. Open Graph, разметка, модные слова. Ну, она тут как бы... Никаким боком, но главное сказать. Не в красную армию, есть такое выражение. WP REST API наконец-то допилили. Фанфары. Согласен. Прямо можно теперь управлять даже всяким. Ну, тут опять же, есть официальная теперь документация на WordPress.org, developer.wordpress.org slash REST API. Здесь прям все написано, как, какие глобальные параметры, как таксономии менять комментарии, как их запрашивать, как юзеров запрашивать. Все прям, все для вас. Кроме этого, для разработчиков. Шаблоны для посттайпов. Теперь не только для страниц есть кастомные шаблоны, но и для любых посттайпов, которые вы захотите. Кастомные содействия для нескольких сразу выделенных элементов. Это мы прям показывали на гифках тоже в предыдущем подкасте. С котиками, причем гиф. Да, не только выбрать все и удалить, а выбрать все и отправить на мыло, например. Да, да. Вот такое, помнишь, было. Ну и кроме этого, пересмотрели немножечко опиху впхук. Экшены и фильтры, если вкратце, теперь будет сложно сломать. Как чернорука. Нихрена. Потому что иногда возникали проблемы с глобальными переменами, потому что вообще глобальные перемены это бэд экспириенсы, антипаттерн. Вот теперь их не будет, скорее всего, возникать. Наконец-то, господа. Вот такой вот блок вордпресса. Напишите, как вам вообще блок вордпресса? Может быть, надо его блок джумла превратить, и мы все равно не превратим, но вы напишите, поржем хоть. А следующая тема из научпопа, она как бы из светских новостей, но она... Не-не-не, мы сюда Трампа перевели. Да, я имею в виду, она как бы из светских новостей, но, слушай, это практически научпопа. Вот реально. Нам, господин Альберт, он один нам предложил или много людей? Вот я, видишь, ему ответил, что кто-то где-то предлагал. Я как тогда не помнил, так и сейчас, кто и где, но то ли уже просто везде это было, то ли может к 105 выпуску. Ты мне несколько практически статей кинул, и они там две не открывались, одна открылась, по-моему, и мы как раз... То, что предложил Альберт не открывалось на момент подготовки. Сейчас попробую еще раз. Не, упс, ремонтные работы. Вот такое, мне пишет nnm.me. Это, видимо, из-за статьи, потому что статья действительно бомба. Действительно бомба, как он здесь и пишет, много букв, придется читать, придется что-то... Мы читать вам не будем, я уже это прочитал, я это прочитал еле-еле, перекрестившись. Со второго раза? Со второго разу, якобы человек военный, повторяет два раза и медленно. Он пишет про эффективное управление общественным мнением посредством таргетированной контекстной рекламы. Я взял на себя ответственность, нашел на другом источнике, не на том, который Альберт предлагает, и на theins.ru в каком-то. Между прочим, слэш политика, то есть, все-таки это политика, это не IT. Не политикс, а политика. Во-первых, да, но я вам скажу, что это даже больше IT, чем политика, честно. Это даже не то, что про Трампа, это скорее про таких людей, как Стив Джобс, про таких людей, как Стив Возняк. Да, просто перечислять здесь Apple. Сетив Баумер. Да. Про всех Стивов перечислять. Ну, и на самом деле, не в очень хорошем свете их, все-таки, тут здесь окрашивают. Хотя, кого-то в хорошем, а кого-то нет. И на вот на theins, вот на insider, на theinsider, здесь как-то красиво написано, как будто так и хотели. Так вот, некий журнал, Das магазин, как Das колбас, опубликовал расследование о том, как технологии, персонализированной рекламы в сети Facebook повлияли на итоги выборов США. И мы с тобой об этом говорили, но мы говорили-то на очень дилетантском уровне. Ха, прикинь, там алгоритмы выдавали Трампа. Ну, по-моему, я тебе просто рассказывал практически. И ты мне рассказывал. Опять же, что вот Хилари мало денег, ой, много денег в валио, но в телек. А Трамп мало, но в интернет. И он поэтому выиграл. Да, мы сейчас немножко поднимемся из бигиннера в новис. В новайс. Да. Немножко такие новичочки станем, чуть-чуть. Потому что все-таки Хилари и в интернет впуливала бабло. Но об этом позже. И мы начнем. В половине девятого утра, девятого ноября, Миха... 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 Проснулся в тюрихском отеле Сюн... Сюннехус, видимо. Сюннехус. Сюннехус, если будем по-немецки читать. Да. То есть он 34-летний. Он достаточно молод. И он ученый. Приехал выступить на федеральной высшей технической школе с докладом про бигдейту. С тем самым докладом, как вы понимаете, о котором пойдет дальше речь. И он такой, короче, сел. А 9 ноября это случайно не делали выборы. В день выборов, да, по-моему. Ну, слушай. Короче, с подобными лекциями Козинский разъезжает по всему миру. Ведь он является ведущим экспертом психометрии. М? Раздел психологии, основанном на анализе данных. То есть он как бы аналитика и психология сразу вместе. Включив телек утром, он понял, бомба разорвалась. Дональд Трамп избран президентом США. Несмотря на все прогнозы социологи. Такие там и социологи. И понимаешь, понимаешь, вот, возможно, тогда я боюсь за его сердечко, как оно у него заколотилось, потому что смотри дальше. Козиноч, Козиноч, Михал, он, короче, что делал? Я не буду, я здесь опущу здесь все вещи, произошла такая история с ним. Он, короче, мне до куда-то скролли. Ученый? Да ты просто там скролли, я не знаю. Но пока так, немножко поскраливай. Он ученый, и он в университете еще при царе Горохе, когда еще Facebook только начинал. Такой типа это. Давайте проведем быстренько анализ, короче, подключимся практически опихой, или я не знаю, чем они там подключались. В общем, сделаем такую хренотень, которая соберет данные с Facebook, когда еще на Facebook там был один, только Цукерберг сидел на нем. Давайте соберем быстренько дату. Именно дату имеется в виду, ему там опрос нужно будет учебный, по психологии хренануть. Давайте соберем, окей. А Facebook быстренько превратился в монстра такого с огромным количеством народу, и они все это собирали. Они это все собирали, и надо сказать, что не без применения своих вот этих ученых технологий по психологии. То есть у психологии это, кстати, наука, пацаны. Ну, не будем спорить с этим. Допустим. Они применяли метод океана, чтобы ты понимал. Это какой-то прям... По буквам Ocean. Ocean. Уровно, как сказать, устоявшееся название какое-то. Да, походу, это серьезная тема. И они, значит, применяли что? Два психолога в 80-е. Откатимся назад. Не могу понять, где это. Это, короче... Какая картинка рядом? Никакой картинки. Это просто посреди... Я говорил, что тема хорошая, в принципе. Здесь ни картинок, ни хренинок. Чуть выше, на второй абзац вверх от Михаила Козински. Там написано психометрия, которую иногда зовут психография. А, понял. Я уже... Ты бы знал, куда проскроллил. А тут, оказывается, еще тут. Метод океана, господа. И это что значит? Это значит так называемая большая пятерка, большая пятерка. Большой фет. Большой фет. Это, короче, пять черт характеров людей. Пять измерений. Ё-моё. Значит, что есть? Есть, господа, открытость, насколько вы готовы к новому. Добросовестность, насколько вы перфекционист. Экстраверсия, как вы относитесь к социуму. Доброжелательность, насколько вы дружелюбны и готовы к сотрудничеству. И нейротизм, насколько легко вас вывести из себя. И на основе этих измерений можно точно понимать, с каким человеком имеешь дело. Суть какая? Перейду дальше. Казиноч. Сам Михал. Его нельзя умалять его способности. Он знаешь, что сделал? Он поляк. Он, во-первых, поляк. Во-вторых, вот он красавец. Есть фотография его. Он, короче, вот этот My Personality сделал, к Фейсбуку прикрутил. И потом мог, знаешь, что делать? Он такую бигдату собирал, что на основе вот этого оушена и бигдаты, которая собрана, он мог определять, что, допустим, настолько точно все было, да, что из простого анализа данных в сети могут получиться необычные выводы, здесь пишут. Это под картинкой, если что, казиночку. поклонник Леди Гаги с высокой долей вероятности экстраверт, а человек, ставящий нравится философским постам, интроверт. Да ладно? Ну да, здесь довольно очевидно совместно. Это я мог без Козинского сказать. Так вот, Козинский и его коллеги беспрестанно совершали свою модель. Совершенствовали. Совершали они другое. Совершали они соитие. В 2012 году Козиноч доказал, что анализа 68 лайков в Фейсбук достаточно, чтобы определить цвет кожи испытуемого. 95% вероятность. Его гомосексуальность, он все хочет гомосексуальность искать, Козиноч. Ну ты посмотри на него. Согласен. И приверженность демократической или республиканской партии США. Ну блин, ну давай так, я возможно, это машина за 68 лайков, а я по Пельшу за 12 лайков могу отгадать. Что пугово? Но понимаешь, ты не сможешь бигдату обрабатывать, а компуктер сможет. Ну понятно. Есть у меня минусы по сравнению с компуктером. Конечно, и понимаешь, что он сделал? Он там все может интеллектуальное развитие определить, религиозные предпочтения, пристрастие к алкоголю, курению или наркотик. И суть-то какая? Главное, что вот есть такая хреновина, он, понимаешь, начал обладать просто супер, супер технологией. Страшно звучит. Да, и к нему, естественно, поперли люди. Он стал опьянен и успехом, я здесь вижу. Но я тебе больше скажу, я тебе больше скажу. Он как только это сделал, выкатил. Написал статью, видимо, я хрен знает. Ему в тот же день два письма пришло, ровно два. Первое с жалобой, а второе иди к нам работать. И это все в Facebook написал. Нормально. Нормально. Но Казиноч, он, видимо, ученый чувак. Он не стал Facebook заниматься. Я сейчас не буду врать, но вроде как не стал. И знаешь что, к нему обратился другой чувак, без палета. Беспалета. Говорит, давай, может, за большие бабки. Мы у тебя все расскажем. Как у тебя, чувак, все, вообще все алгоритмы нам. И он такой, ну бабло. А тут, кстати, есть фотография чувака Александра Когана, которым он все сливал. Я сейчас, как будто тут у нас какое-то ЧП произошло. Но хотя произошло, но на весь мир. И вот Александр Коган, вы посмотрите, обратите внимание, это чистый Цукерберг. М? Фотография. Ну мне Шувалова еще чуть-чуть напомнил. Хорошо. Немного Дерипаску с какой-то стороны. Вот, вот. Но этот чувак, возможно, покруче, чем Дерипаска, потому что он начал что-то сделал. Он все-таки уговорил Казиноча. Казиноч ему начал сливать инфу и вроде как вообще все слил. А потом, когда он все слил. Инфо об алгоритме или саму Бигдейт уже обработанную? Видимо, инфо об алгоритме, потому что потом это все будет уже использован в других целях, как вы понимаете. И, значит, Александр Коган, он начал, ну, практически на него давить там или что-то с ним делать. А Казиноч, он понял, блин, надо это, надо походу сливать. Чувак-то, он будет сейчас использовать эту хренотень и это в плохие руки попадет. Что я делаю? Казиноч, опомнись, Михал. Вон. Но уже не опомнится. Алгоритм слит. Без проблем. Ну, нормасик, все. И, короче, там началось, по-моему, у Казиноча даже какие-то проблемы возможно начались. Я не знаю, скорее всего, полового характера. Штаты переехал. Начал работать в Стэнфорде. Согласись, из Кембриджа в Стэнфорд. Вот, вот. Значит, дальше что? Дальше Brexit. Brexit, это, как мы знаем, когда Британия вышла из... Заявила о том, что собирается выйти. Так-то они все еще не вышли. По факту, да, заявили. Заявились. И я, как я понимаю, здесь есть некая Кембридж-аналитика. А Кембридж, как мы понимаем, в Англии. Угу. И вот они вдруг каким-то образом смогли предугадать, точнее, даже не предугадать, а подтолкнуть Британию к выходу. К заявлению о выходе. То есть, смотри, допустим, у нас есть инфа о предпочтениях людей. Да. И мы всем таргетированно говорим, чувак, иди голосуй за Brexit. Тому, кто любит пиво, на фоне кружки пива. Конечно. Конечно. Тому, кто любит женщин, на фоне женщин. Конечно. Ты выйдешь, и у тебя только британки останутся чистые. Ох, ё-моё. И все такие, ну, у них нахухлилось. И они реально, вот, всё, окей, Кембридж-аналитика посодействовала Brexit. Но мы идём дальше. Идём дальше. Господин Трамп, каким хреном, я не понимаю, но он узнал про Кембридж-аналитику. Сам, не сам, но, в общем, да. Сам, не сам. И здесь очень красиво выглядит. Здесь есть такой вылизанный директор Кембридж-аналитика Александр Никс. Просто такому человеку лучше не попадаться. Он тебя схавает, сразу сожрёт. Такой чувак. Он, знаешь, на кого похож на Карпина? На тренера Спартака и одного из владельцев. Сожрёт, я и говорю. Ага. И, короче говоря, там ещё очень хорошее описание было, но я сейчас не буду его зачитывать, там, как он выходит в галстуке такой, короче, прям, прям, блин, крутой, и начинает рассказывать. А он выходит на каком-то супер-саммите. Практически, когда и Трамп есть, они как презентацию делают. Вот мы, Кэмбридж Аналитика, у нас такое-то есть, мы можем вообще всё предугадывать. Соответственно, предугадывая всё, мы можем и таргетировать рекламу, и какие-то вещи, да? Просто самое главное, что Козинский, он каждый раз оправдывается и докажет, что к той фирме он не имеет никакого отношения. Мне интересно, он хоть бабок хоть чуть-чуть поимел с этого, или у него реально он проснулся, его обобрали уже. Его обобрали, и хорошо, что, видимо, не посадили. И даже не перезвонили. Да! Значит, какая суть? Суть в том, что, короче, они легли под Трампа, Кэмбридж Аналитика. Хотя хрен знает, кто под кого лёг, потому что пацаны, они собирают вообще инфу со всего. И когда вот Трамп их нанял, то есть давайте, пацаны, Кэмбридж Аналитика там, замутим, короче, аналитику по поводу вообще аудитории США и как куда кому пулить рекламу. Там настолько всё замутили, естественно, что Хиллари, она как? Ну, вот чёрные чуваки, да? Давай чёрным просто, ты чёрный? Давай, короче, тебе просто, что чёрные будут всегда рулить. Мексиканцам просто, что, слушай, Трамп хочет у вас это, поэтому вы идите против него голосуйте. А потому что они даже ничего не знали, то есть у них есть вот данные с Фейсбука, которые отдают там 45-60 лет. Ну, давай там, что тёплая семья будет, всё классно будет, а с Трампом говно. А, короче, Трамп, он зашёл через Кэмбридж Аналитику, которые просто узнали о предпочтениях. Вот давай, короче, типа это. Там есть пример про, по-моему, чёрных чуваков или про мексиканцев. Слушай, про мексиканцев. Он говорит, типа, они подсунули, короче, каким-то там мексом видосик, где Хиллари говорит, что мексиканские мужчины это там практически звери. Вот так вот. А она, видимо, когда-то такое говорила. Возможно, там по пупам всё. А, мексиканские мужчины, я не знаю. Да, да, там по словам бабукам совмещено это всё. И, значит, вот подсунули, и пацаны им в точечку это попало. Они проголосовали за Трампа. Просто видишь ещё... Вот давай так. Я пытаюсь просто... Я пытаюсь просто. Ты пытаешься просто, я пока расскажу. Там настолько, короче, была тема, что они сделали вот специальные девайсы, как, знаешь, на телефон, там, на Android, на iOS, Прилл, Прилл, который, видимо, подключается к опихе Кембридж-аналитике, Google-аналитике, так сказать. Кембридж-аналитике подключается, и чуваки, которые топят за Трампа, которые именно, как же называются это, которые ходят бесплатно-то, волонтёры, во. Они ходят, и с этим Приллом, и смотрят просто, так, это как по дубль-дису, так, это в этом доме, у нас тут живут, короче, чуваки, а у них всё, Кембридж-аналитика, всё сняла уже, всё за них сделано. В этом чуваки, которые любят там футбол, например. И ты заходишь... Они во Вьетнаме больше стоят воевали. Чё, как прошлый матч, кстати, нормальная тема? Чё, как там, кто выиграл? Chicago Bulls, там вся фигня. Всё, они такие, о, нихрена, нормальная тема, а тут, оп, Трамп, подсунуть. А, кстати, если Трамп выиграет, то Chicago Bulls всегда будет выигрывать. Да даже просто, кстати, голосуй за Трампа. Просто. Просто ты уже когда настроил человека на свой лад. Тем более, ты понимаешь, в Америке сказать просто хэй, гайз, зайти к чувакам, сказать привет, без проблем. Это прям вот проще, чем здесь. Да, проще намного. Никто на тебя косо не посмотрит, скажет, ой, сразу, ой, ты своего пришёл этого Путина. Да, мы ничего не покупаем, ничего не продаём Путина своего этого засуньте себе в Кембридж-аналитику. Вон. Тут и очень большая такая история про Теда Круза, что действительно они Теда Круза из дерьма подняли, то есть он был вообще на нулях, никто про него не знал, не ведал, и они, как Тома Круза, его сделали знаменитым и крутым. Так. Это Кембридж-аналитика. Короче говоря, Трамп попал в точку с этой всей темой. И он, как бы, понял, вот кем нужно пользоваться, не старыми методами, хотя Хиллари считается, что она, из-за того, что она преемственная баба от Барака Обамы, а он первый чувак, при котором появились соцсети, то есть он вообще всё, интернет за нами, они думали. И они сделали вот такую кондовую рекламу для лохов. А этот пацан пошёл гибче, и причём он дешевле заплатил, я уверен. Сто пудово, просто там есть данные, я вспомню, откуда я тебе это вкидал, Каноненко написал. Да, Каноненко. И там прям, я сейчас даже не поленюсь. Так, ну-ка, Каноненко о победе Трампа. Там последняя фраза очень крутая. Да, я нашёл, прям тут. Или не тут. Последняя фраза была крутая, потому что побеждает. Нет, не тут. Так. Ну, короче, побеждает не вылизанный сайт, а пост в Фейсбуке. Там вот типа такого, только очень красиво. Написано. Да, да, да. И суть в том, что Хиллари, она же на сан-францисковских всяких чуваков опирается на дизайнеров и так далее. Они классические интернета кучевали баннеры там на Вёрч, на Вашингтон Паст. А у большинства реднеков у них нету стационарного компьютера. А их большинство? Да, да, да. А у них есть только телефон. Вот смартфон они купили уже и всё. Какой им The Verge? Какой им чё? Они на Фейсбук зашли? Вот да. Для них интернет и Фейсбук это одно и то же. И всё. А там все алгоритмы рабочие. Там всё тебе реклама про то, что Мексы козлы. Вот да. Точнее наоборот. Нет. Козлы козлы, что их надо это, того. Ну вот да. Нет, а Мексам наоборот, что круть-круть. Понимаешь? А Мексы тоже за Трампа голоснули? Мне кажется, они на организменном уровне за него не смогли. Ну тут вопрос. Вдруг им так там науськивали, что они голоснули? И их как бы после этого сразу же и выселили. Ну правильно, это идеально вообще. В общем, вот такая интересная статья на самом деле. Мы немножко поднялись на следующий уровень по знанию о том, как Трамп выбрал. И вообще про аналитику немножко поговорили. Это прикольно. Да, последнее скажу. Кембридж-аналитика в Европе, между прочим, работает. Ну понятно, потому что она Кембридж-аналитика. И они сейчас, это, партия альтернативы для Германии в Фейсбук имеет больше подписчиков, чем ведущие партии ХДС и СДПГ вместе взятые. Я боюсь представить, что они ещё наворотят, пока у них не слежут алгоритмы другие люди. Мне просто, понимаешь, алгоритм-то Оушен. Ну, Оушен. Видимо, там какая-то надстройка над Оушеном, фреймворк. Там, возможно, очень умная тема, жёлтый мозг, нейронная сеть. Ну, короче, самый, знаешь, кто в этом после всём лох? Давай. Ну, Казиноч. Казиноч. Да, кстати, он там Казиноч очень сильно извинялся и говорил, да я там, короче, я как аналитик крутой, я выкачу вообще пост про то, что все козлы, короче. Кто что сделал, то уже на это не посмотрит. Да, да, такое. Ну, что, мирный атом, по-моему. Хочется ещё просто, ну... Тема дискуссионная? Прям, да, своё мнение, так сказать, высказать. А он не пробовал как-нибудь там в суды подать что-то ещё? А всё как? Он просто, видимо, на халяу слил и, видимо, видимо с концами просто слил чуваку весь алгоритм. Ну, дурак тогда. Ладно, всё. Mail.ru Group нам рассказывает про то, что мирный атом взламывает льды и говорит нам немножечко про наш атомный ледокольный флот. Так. Это научпоп, детка. Парняги. Да. Короче, почему вообще сегодня мы это обсуждаем? Что 5 декабря случилось 59-летие. Вот такое вот неровная дата. 59-летие. Угу. Как состапель или состапелей. Что это такое? Ну, имеется в виду подножечек каких-то специальных. Ну, видимо, да. Сошло первое в мире надводное судно, приводившееся в движение ядерным реактором. Атомный ледокол Ленин. Здесь featured image, так скажем, миниатюрка этого поста. Это как раз атомный ледокол Ленин. Я не знаю, насколько здесь фотошоп. Здесь очень красиво, поэтому как будто фотошоп. Это еще северное сияние. Да, на фоне северных сияний. И прямо он на льду как просто вот лежит как будто на льду. У него, конечно, все равно там чуть-чуть осадка внизу, оснастка. Ножки в воде немножко. Да, да. Барахтаются. Ну, да. Вообще, вот, когда мне говорят атомный ледокол, я вот что-то такое массивное, гигантское, как Титаник, представляю. И я-то даже и не знал, что не все их делают. А оказывается, мы в России у нас самые крупные, самые лучшие и чуть ли не единственные. Так. Понятно, что как бы, ну, не единственные вообще у американцев тоже есть. Ну, вот, например, финны, они для нас делают, так скажем, опять же, оснастку, остоф, а мы уже запаковываем туда ядерные реакторы и делаем все по красоте. Но финнам как бы и положено заниматься этим, потому что они издревле плавают на всем. На чем, что движется? Ну, да. Вообще, надо немножечко сделать такой ликбез. Ледокол, это корабль предназначен для прокладки во льдах прохода для обычных кораблей. Так. Ну, мало того, что на самом ледоколе люди плывут, идут, ходят же, да, у нас на кораблях. Ходят. Ходят. Но еще и обычные корабли вслед за ним идут по раступившемуся дороге. Также ледокол используется для решения научно-исследовательских задач в арктических и антарктических широтах. Вот. Я вот об этом в основном. Если надо попасть на Северный полюс, то кроме по воздуху можно еще и на ледоколе. И это более стопудово, на самом деле. На нем много провизии можно хранить, его заправлять не так надо. Что там плутония? Ящик плутония тебе на год хватит, нахер. Кинул ящик плутония и попер. Ну, вот именно. И там горит что-то само это, пыхтит, дышит, пукает и все. Эти суда имеют высокопрочный корпус, казалось бы, это очевидно, у которого носовая, а у некоторых ледоколов и кормовая. Части имеют особую форму, позволяющую не только проламывать лед, как таран, но и продавливать под своим весом. То есть там не то, что даже ты очень остро, как американские плуги такие идешь, а ты еще на лед вот так садишься и продламываешь его вниз. Ну да, а садишься, там масса-то немалая. Там до свидоса. Или вес, как правильно говорить? Вес или масса? Масса, потому что вес это усилие, с которым тело давит на горизонтальную опору или вертикальный подвес. Хорошо. Простите. История ледоколов на самом деле не с атомных начинается, еще к середине 19 века это все уходит, тогда паровые они были. И, естественно, у них мощей мало было, они там лед толщиной в метр-то пробивали еле-еле. Первый был ледокол Ермак. 898. Ермак. Ермак. Винс. Пола с викторой. В 1898 году еще был построен для Российской империи, причем в Англии. Опа, Кембридж аналитика. Аутсорсинг полный, да. Просуществовал аж до 963-го. Посраться. Так вот, вы посмотрите на карту, так скажем, страны, мира, точнее, простите, это страна уже у нас такая. И здесь показывают нам полярные пояса, круги точнее, пояса это в других местах немного. И вот за полярным кругом в основном везде льды и там как-то плавать надо. И нам в этом отношении и повезло, и не повезло. У нас почти вся северная часть, точнее не почти, а вся Россия, она вот за полярным кругом находится. И там не поплавать-то просто так, не побарахтаться. Кстати, знаешь, как самая нижняя точка на северном полюсе находится? Котловина Амундсен. Вау. А Амундсен, знаешь, как его звали? Как? Руаль. Хорошо. Просто сам помню это, он как раз на северном полюсе первый побывал. А он типа француз? Давай загуглим. Я думаю, голландец или португалец, они же там все плавали. Норвежский полярный путешественник. О, с бородами. Ну, он с бородой такой, да. Ну, логично, в принципе, полярники, они все такие. Конечно, что там, бриться, не бриться. А все равно никто не увидит, кроме медведей. И дюленей. Вот здесь нам рассказывают северный морской путь на шарике, показывают на нашем земном. И говорят о том, что большая часть его проходит прямо по льдам. Так. И не как вот, а это суперторговый путь, на самом деле, он важный. Мы можем так с Китаем обмениваться товарами, а потом впоследствии даже до Саудовской Аравии доплыть по северу. Через холодильную пиветь, ты имеешь? Сначала в шубе, потом в китайских, видимо, тапочках. Да, потом в китайских тапочках, когда мимо Китая проплываешь, а потом уже в чем мать родила, в Саудовской Аравии. Угу. Пар неэффективный был. То есть не до 95% безопаснее пар был? О, ты чё, парю где хочу. Они где хотели, парили, но надо было пополнять запасы угля постоянно. Блин, слушай, а когда сигареты сделают на квантовом этом, на частицах? На ядерном? На ядерном. Ну, слушай, это прям, это будут моды, прям самые топовые такие. Стартап, пацаны. Будут прям сильно хвастаться ими, чуваки. После окончания войны, через 12 лет, сделали ледокол Ленин атомный. Он был не только первый атомный надводный корабль, но и первый атомный гражданский, потому что до этого американцы выпустили подлодку, наутилус она, кстати, называлась, атомную. А вот именно надводный мы первые сделали, и это, между прочим, возвращаясь к прошлому выпуска, уже запустили мы спутник, первый искусственный. То есть мы пёрли? Мы прям как валили, как тазы. Здесь есть картинки, а именно фотографии, как вообще всё это начиналось, леса строительные, планы, боковой вид, вот такие вот. Достаточно романтические картинки, даже несмотря на то, что выглядит сурово, как суровый веб, но как-то есть какие-то ощущения романтики, да, в этом? У меня вообще, у меня прям привстаёт шишка, потому что здесь даже есть картинка, первый атомный встречается с первым арктическим, Ленин и Ирмак, в одном порту. Блин. Возможно, там чуваки друг об друга шампанское разбили по десантникам, чтобы поплыть нормально. Да, конечно, бухали. Ты откуда? Ты с Ленина? А-а-а! Ты понимаешь, что там есть чертёж, как на этом, на черчении, и там всё заполнено, штампик, всё есть. Да, да, там боковой вид. Так что, господа, можете собрать хотя бы из бумаги себе такого Ленина? Да, там даже есть всякие вырезки из других газет. Icebreaker Ленин. Вот здесь. Кстати, была модернизация проведена, потому что первые установленные реакторы оказались очень ненадёжными, но на то они и первые. И чтоб ты понимал, знаешь, как их убрали? Как? Прямо кусок дна вырезали и затопили их нахрен. Просто они выпали, как кулька вниз. И вот запаяли заново снизу и новые поставили реакторы, и всё. Ну, нормас, нормас, мне нравится. Бомбанул пукану Ленина, короче говоря, отложил кирпичей. И вообще, прям вот, вы представьте, насколько это романтично? Вот нельзя во льды никак попасть, пешком только пройти на снегоступах. Ну, сдохнешь, сдохнешь. С первых 100 метров. Нужно с собой до хрена возить всего. Я думаю, ни один наш подписчик такой погоды не испытал никогда. Да тут, видишь, они выходят, тут есть фотографии, где, вот, кстати, следующее. Они в футбол играют, там, на льдах, рядом с Лениным. Ну, там люди были другие, великаны. И без шапок. Это просто, да, сви-дос. Там чуваки в бобрухах рядом стоят, смотрят, болеют. Они, возможно, и заболеют первые, а вот те, которые играют, не заболеют. Конечно, потому что они ещё водки выпили по пол-литра, и нормально. Тут дозиметристы проверяют реакторы. Я думал, они водку проверяют дозиметристы. Ну и чё? Тут прямо, то есть там всё серьёзно. Они фонили эти реакторы, и фонят, видимо, до сих пор. Ну, это страшно, на самом деле. А вообще, чтоб ты понимал, вот эти атомные ледаков, это штучное дело. Их за всю историю шок-10 сделали, и они в эксплуатации все по 40-50 лет идут. Ну, ручная работа. Да, прям хендмейт, хенджоп, хотел сказать. В принципе, здесь такие цифры есть, заниматели. Вот Ленин, Ленин, он провёл 3741 корабль за собой. Ё-моё. То есть он пёр, разбивал льды, а за ним какая-то шлюпка, не побоюсь этого слова, ехал. Да, 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 да. В 89-м году его сняли с эксплуатации, а в 2000-х его сделали как музей в Мурманске, кстати. Ставь лайк, если ты из Мурманска и был в Ленине. Или бромшкотовый узел вяжешь. Хотя бы умеешь, да. Короче, после этого появились ледоколы класса Арктика, потому что в 75-м году только начали их производить. Представляешь, Ленин, получается, лет 20 почти был единственным атомным ледоколом. И вот чуть что, какая проблема, Ленин зовут. Пока он там доплывёт, сколько плутония он сожгёт, надо новые делать. И вот в 75-м году уже проект 1052 сделали, Арктика, и их уже несколько. Это уже практически серийное производство, хотя там сколько, 4 штуки, что ли, их было. Заметь, первая Арктика в 80-е называлась Леонид Брежнев. Вижу, вижу. И никаких особых символик, это важно сейчас отметить про себя, вот кроме надписи особо ничего нет. Слушай, минимализм такой подкупает. Даже серпа и молота нет. Хотя, стоп, вижу на, посмотри, на передке, так скажем. Хотя нет, это как будто даже и часы. Ну, круг такой, так скажем, на прям, на... Ну, что тебе рассказать? Что-то такое там есть. Я, знаешь, что, вот эта надпись почему подкупает, да? Почему? Кажется, что как будто это даже не то, что какая-то там проба, как на кольце. Это как в книгах выдавленные буквы, которые все, ты не сотрешь. Вот прям Ленин, Арктика. Согласен. Здесь прям вот атом в сердце Арктики есть такие плакаты и там про то, как реакторы работают. Вы слышите, какая тяга вообще? Это же... Это завораживает. Ну, кроме того, что есть атомные подлодки, но я всегда думал, что атомные подлодки, они называются не потому, что там атомный реактор тянет, а потому, что там атомные ракеты есть. А оказывается, потому, что это все-таки двигатель тянет. А-а-а, ты имеешь в виду, ты-то думал, что как в Варкрафте, втором черепахе? Да, и просто у них боеголовки ядерные. А так-то череп... Ну, окей. Так-то да. Кстати, здесь прямо расписано, что выбирают путь не кратчайший напрямую, а есть прям, как у Хана Соло была карта астероидов, здесь карты льдов, где потоньше, где потолще, как смещается, и из этого путь выбирали, чтобы попроще он был. Марки даже выпускали. Я вот хотел тоже остановиться, это охренеть. Красиво так сделано, причем, заметь, Марка, она сама выпускалась на таком... На листе. На подарочном боксе практически. То есть, сама Марка, она по центру, а вокруг еще СССРский флаг и подпись «Ледокол... Ледовый поход Арктика к Северному полюсу в следующий 60-летие Великого Октября». Ну, на самом деле, меня почему подкупает? У меня какие-то струны души детства задевают, потому что у меня батя собирал Марки. У меня тоже и мама, и батя. Да, я часто открывал вот этот альбомчик и прям смотрел, реально мелкий пересмотрел. У меня как-то это казалось, что это прям реально раритет, прям крутие. Это реально раритет, как бы. Ну, вот, да. В 2008-м Арктика был выведен в эксплуатацию, уже морально устарел. И да, я прям пробегусь. По этому же проекту 1052 был еще введен в эксплуатацию Сибирь, Россия. Причем Россия уже немножечко изменена 1052.1. Так. Ну, собственно, по виду даже видно, что он чуть другой. И на России еще, опять же, нету никаких опознавательных дополнительных знаков, но на ней уже начали более явно размещать вооружение. В принципе, на всех тех была возможность сразу, хоп, переоборудовать военные. Кстати, так и не пришлось, но тем не менее. А вот на России уже более явно это все сделано, потому что он введен в эксплуатацию в 85-м, уже холодная война по полной идет. Да какая? Она, в принципе, всегда шла, но там она прям разгоралась уже. И был еще РЛС-фрегат. Так. Стоп, это ракета-лодочная система, может быть. Ну, короче, это про вооружение. Советский Союз еще был, Ямал, и все, Ямал это был последний из 10-52. У него уже начали зубы рисовать. Смотри. Ну, это все, это уже как бы... Уже агрессивно немножечко сделали, и у него уже значок атома был. На... Не на корме, на борту. Прокачали тачку, на самом деле. Прямая аэрография. Да, и на 50 лет победы выпустили самый молодой из ледоков класса Арктика. Всего лишь в 2007 году был введен в эксплуатацию, верните, мой 2007, хотя еще в 93, в принципе, он был спущен на воду, но в 90, видимо, не хватало на плутоне денег. И вот в строй ввели только в 2007. На данный момент чуваки из Росатома, они, во-первых, учредили Росатом-флот, и уже везде это написали больше, чем название. Неприятно как-то мне это все. Они поняли, что Арктику-то пора проект как-то это откладывать и сделать другой немножечко проект. Я, знаешь, что сейчас вспомнил? По бреду. Короче, у меня мама иногда смотрит по каналу Детектив, там есть такой сериал Ментовские войны. Ну. Вот. И в этом сериале, слушай, главный, как же главного героя зовут? Блин, сейчас хотел вспомнить. У него какая-то фамилия, типа, Шилов, во, Шилов. Если я сейчас не вру, возможно, фанаты Ментовских войн спалитесь, плес. И, короче, суть-то какая? Он там, когда его выручают из каких-то ситуаций, вышепоставленные чуваки, а у него там есть вот такая, короче, знакомая, чуваки крутые. Так. И там, чтобы ты понимал, как изображать, ему звонит чувак, во-первых, он показывает, что он там какой-то на ландровере, на чем-то такой лысый старый чувак, толстенький, ну, видно, солидный. И он выходит, и он выходит, и сзади него просто корабли по ледоколам стоят. И там видно, что уже какие-то генералы его спасают. Он просто звонит одним звонком. Шилова освободить. И вот, вот, видишь, что? То есть, практически, возможно, такие люди и заведуют сейчас ледоколами. Ну, да, да, нормальная такая история приключилась. В 2013-м 50 лет победы, это улучшено 10-52 на 10 метров или насколько-то там длиннее. Он даже Олимпийский Огонь Сочевский довез на Северный полюс, чтобы прям эпично это все было. Не затушил? Не, не затушил, там газ же внутри. Их тем более меняют там каждый раз. Ну, короче, там система нормальная. Ледоколы класса таймыры сейчас сделали, это как раз те, которые нам финны делают, они чуть-чуть поменьше, они в реки могут входить уже. Потому что вот эти здоровые Арктики, они никуда не войдут. Там охренеть, там дома целые. Там прям, там написано, чуть не несколько десятиэтажных домов там по квартирам можно расположить. Так вот, их несколько этих ввели, сделали еще лихтеровозы, это уже вообще легонькие. Ну, они в основном будут за ледоколами и ходить. Дизельные бывают и так далее. Но самое главное, это новая Арктика и новые планы. Уже надо отодвигаться от советского наследия, даже не просто как бы сказать потому что надо. Обновить надо. Да, проект 22-22-0. Откуда они эти цифры берут, понятия не имею. Вообще, с учетом того, что его ожидают только в 2000... Бородатом? Расскажу, в каком. Ну, видимо, в 2020-м, раз 22-22-0. В 2025-м. А, ну, нормально. Так вот, и он будет суперкрутым вообще. Назовут, кстати, тоже Арктика первым. Отлично. Рестайлинг. Да, наследником Арктики будет являться. И корпус уже был в этом году спущен на воду. То есть, в принципе, работы ведутся. И тут уже, чтобы ты понимал, концептные фотографии, они уже полностью в российском флаге. Я вижу, я вижу. Не то, чтобы пошло выглядело, но как-то так. Ну, немножко... Он еще такой какой-то дутый, кругленький, уже не так хищно это все выглядит. Видишь, в чем дело? Возможно, возможно, это вся вот эта понт, а мы это понтом назовем, это вся мишура, она пока что в прототайпе все. А потом это все уберут. И будет все хищное, агрессивное и досвидос. Согласен. Будем только на это и надеяться. А мы хотим хищное, агрессивное, как наш подкаст. Потому что у меня вот от этого концепта няняняшина, у меня шишка вообще не перестает. Согласен. Хочется, чтобы ракеты летели в бой. Да, да. Потому что, видишь, много всяких там дальше вообще досвидос. Можешь посмотреть еще более. Да, там много концептов, опять же, каких-то смоделировано. Перспективный суперледокол, потому что. Ой, там вообще, там как на Ауди Q7 уже можно ехать просто. Или на X6 хотя бы. Да, это досвидос. Там еще в сравнении с вертолетиком действительно большая штука, но... Да, кстати, вертолетная площадка на них на всех есть. Ааа. Ну, понимаешь, это выглядит как будто уже, извините меня, какие-то, как у Стива Джобса яхта выглядит. То есть, какая-то уже такой хай-тек, на котором можно отдыхать, а не просто работать. Но, возможно, валит все равно нормально. Ну, по-любому. Кстати, там где-то было написано, типа там 20 или 40 тысяч кобыл. Я понимаю, что 20 и 40 это принципиальная разница, но вот не готов вам сейчас точно ответить, скролить вот это все, резко все делать, но валит нормально. Так, почему нам Mail.ru групп интересно об этом рассказали? Хрен его знает. Возможно, им Росатом Флот лично занес. Да. Усманова сам. Вот такая история из научпопа. А у нас еще, по-моему, тема в научпопе. Или да, у нас небольшая быстрая темка для тех, у нас потом пики еще, но мы прям по-по-по волнам сейчас быстрее. Да, конечно, конечно. Сейчас, на самом деле, очень развлекательная темка для пацанов, которые у нас увлекаются всяким. Так, у меня открылось, да, у меня открывается вроде как. И тема у нас звучит как мозг и марихуана. Вот так, не замысловато, абсолютно. Сейчас я просто найду тот самый, да, спикабу. Неожиданно. И там пацаны спикабу, они же что делают? Они как бы сами ничего не пишут, они просто с Nature, nature.com, практически перевели, практически взяли текстуху про то, что в последнем номере Nature в одном исследовании соединились аж три горячие темы. А именно, как разовое употребление каннабиоидов, каннабиноидов, разочек правильно прочитать и нормально пойдет, каннабиноидов влияет на митохондрии в нейронах. У тебя как там митохондрии, кстати, нормально? Поживают, себе дышат, пукают опять же. Объясняем, почему это важно знать и почему эти темы в тренде нейробиологии. Между прочим, Nature это вообще один из топовых научных журналов в мире, чтобы ты понимал. Круче Scientific American. Это прям вообще топ он топ. Но, видимо, они пишут еще и про биологию в основном. То есть, видимо, Scientific American они любят физику удариться, а эти, наверное, про биологию. По-моему, в Nature и все есть. Там прям вообще круто. Я сейчас даже, пока ты расскажешь, на их сайт перейду и посмотрю оригинал этой статьи. Так вот, любой человек, который заглядывает в интернет, в курсе, что ведется активная дискуссия о том, нужно ли легализовать марихуану при США опять же. Один из аргументов против легализации то, что употребление марихуаны ведет к проблемам со здоровьем. Я чуть-чуть. А знаешь, у Nature сколько уже выпусков? Сколько? У них сейчас идет 539 том и в 539 томе 7630 выпуск. Ё-моё. Ну, видимо, там каждую неделю хреначит. Либо так, либо еще Исаак Ньютон первый его издавал. Либо каждый день, да. Так вот, короче говоря, на память влияет, пацаны. Все мы знаем марихуана, но тут даже такая тема, что прям исследования были, что если ты хоть разочек курнул, у тебя все равно может быть практически провал в памяти из-за этого. То есть чуть-чуть расслабился только на полушишечки. Да, в прямом смысле этого слова. Да. Так вот, будут ли последствия, если прибегать к ней от случая к случаю, так сказать, в рекреационных целях? И постоянно хотят лечиться с помощью марихуаны. И вот нынешнее исследование показывает, что даже однократное употребление приводит к кратковременной потере памяти. Это плохие новости. Прежде всего потому, что каннабиноиды имеют большой потенциал для использования в качестве лекарства. Хорошие новости в том, что авторы накурились, видимо. Авторы исследования раскрутили механизм того, как каннабиноиды влияют на нейроны. Что в перспективе поможет создавать препараты с минимумом побочной действия. В общем, они раскусили, они как атомы прощепили марихуану. Перед этим, видимо, пришлось ему потребить ее. И спокойно теперь знают, что куда втыкать. И возможно, с минимальным риском сделают такую муть на вам набодяжит, что будет нормас. И глоукому пройдет, как рукой с ними. Да уж. Я дальше не буду, просто, ну, здесь вообще много всяких прикольчиков. Точнее, на самом деле, мало. Поэтому, вы понимаете, марихуана, вот такое интересное исследование. Идем дальше. Следующая тема из тем слушателей. И она, она, настолько тема, настолько тема вспышка, настолько тема пуля, настолько тема ракета, что здесь просто о том, что Кремлин агент, ну, то есть, реально агент Кремля, видимо, сам. Эйджент. Да. Он, короче, что делает? У него ссылка, во-первых, на hillaryclinton.com, чтобы нам легче было. И он пишет. Придет, ребят. Извините. Я коротко. Помню, вы обсуждали лого Хиллари. А знаете, почему она проиграла, э? Не потому, что я там вот рассказывал долгую хрень про Кембридж аналитику. Нет. Версия ее лого это символ логаут. Ну, вы поняли. UI и UX имеют значение. И мы переходим реально на Кремлин. Ты, видимо, перешел на Кремлин агент, я хотел сказать, на hillaryclinton.com. Тут сразу тетенька вещает, что как все плохо или как все хорошо, если бы Клинтон была. И слушай, слушай, слушай. Действительно, у нее иконка похожа на логаут. Мы с тобой задумались, когда выбирали тему. Да, буква H это как будто бы дверь и типа выход из двери. Внутри логаут полный. Так что вот логаутнулась Америка немножко. И, видимо... это чуваки из Кембридж аналитики такой логотип перед этим сделали. Подсунули. Под видом какой-нибудь компании, на номинала оформлены. Все может быть. Да. Ну и последняя тема из тем слушателей, она же пики. Нас спросили просто для тех, кто вновь подключился, говорить о своих пикс, то есть о своих каких-то, видимо, мимолетных увлечениях на неделе. Ну и мы посчитали эту тему достойной того, чтобы заменить в этот раз, а точнее не заменить, а войти вот в раздел пиков. Да. Прям вот действительно, это прикольно. Статья с dtf.ru я сейчас пытаюсь открыть, у меня открывается. У меня открывается. Да. dtf.ru для общего ознакомления это чуваки с тежурнала. Это все одна из одной бочки. Я по стилю вижу. Хотел как бы тебя спросить потом в кулуарах, но ты мне... Но я вам в будуарах отвечаю. Пользователи Reddit один пользователь. То есть достаточно такой ноу-лайфер, я вам скажу. Он собрал 805 примеров внимания к деталям в GTA 5. Внимание к деталям это о чем? То есть они что-то такое сделали, что не является коргеймплеем, что не является какой-то механикой, но это прикольно. Ты какая-то вещь, ты понимаешь, что как будто жизнью живешь. Я прям сам жизнью пожил, когда это прочитался. Согласен. И dtf.ru выбрали несколько из подборки просто прикольных. Видимо у него были слишком задротские. Они вот выбрали. Например, женщины и мужчины слушают музыку в машинах по-разному. Мужчины убирают руки с руля, а женщины нет. Я не с руль, я чебурашка, во-первых. А во-вторых, напишите в комментариях или поставьте лайк, если вы все 809 прочитали в оригинале. Да. Кстати, интересно, есть здесь оригинал? Не знаю, не знаю. Вот я тоже... А, ну да. Вроде должен. По ссылке собрал, видимо. Например, эффекты бликов от линз в GTA V исчезают в режиме от первого лица. То есть человеческий глаз и камера ведут себя по-разному. Вау. То есть реально, это прям прикольно. Хотя хрен знает, мне кажется, у меня бы в глазах бы так же и било, как и от третьего лица. Тёмные очки меняют картину в режиме от первого лица. Это мы, кстати, замечали с тобой, когда играли. Да, достаточно дефолтно. Но! Если надеть мотоциклентный шлем поверх тёмных очков, их цвета накладываются друг на друга. Охренеть. Во время тренировки мышцы выглядят более рельефными. И там реально такой... Ха! Ха! Линкольн идёт. В тонусе. Франклин. Простите, Линкольн, это деньги. Фамилия его. Деньги идут. От ножевых ранений больше крови, чем от огнестрельных. Или ножом обычным бить, там прям реки крови льются. И в Vice City даже ещё это было. Ну, то есть, прям вот было. Давай ещё несколько интересных. Вот, например, неаккуратно брошенный на землю пистолет может случайно выстрелить. Это прикольно. Шлёпанцы действительно шлёпают это охренеть. Вот это просто охренеть. Это ещё услышать, надо узнать. Как упал, тоже влияет. Я что-то уже каждую читаю, хотя не каждая классная. Я поэтому... Мы GTA 5 настолько пережили на своей шкуре, что каждая классная. Смотрите, но в The Games наши стримы и летсплеи до этого GTA 5 там круто. Да, пожарные, если им далеко подъехать на машине, баркануться, они выбегают. И, в общем, там... GPS пропадает в туннелях, тоже замечали. Да. Не знаю, насчёт, было где-то раньше или нет, но да, замечали. Естественно, электромобили не взрываются, потому что... Это мы тоже пробовали, да. Лопасти вертолёта могут убивать птиц, это вообще... Это самое крутое. Каждый наркотик искажает картинку по-своему. Я даже не знал, что в GTA 5 несколько видов наркотиков. Я думал, там только упороться. Но там... Вот там бухло просто ещё есть, вон типа Франклин бухает. Да. Даже есть такие мелочи, как и разбрызгиватель на спортивных аренах отличаются от тех, что используются на обычных газонах. Угу. Ну, короче, охренеть. Мне очень понравилась тема про то, что по ночам владельцы уличных лариков сворачивают товар. Я, когда это замечал, а я замечал, я почему-то подумал прям... Ну, типа, ну да, а чё нет? То есть, как бы... Я уже как данность это воспринял. Возможно, это плохо. Не знаю. Для меня это всё ещё кажется... Мне кажется, всё застыть должно. И они так и ходят ночью, там что-то делают. В общем, почитайте, посмотрите. Здесь достаточно интересно, прикольно. Просто в первой и второй готиках ещё была система, где они именно по часам меняли деятельность. И там у них просто расписано, можно было даже в кодах посмотреть, что вот этот с 10 до 7 точит меч, а с 7 до 8 идёт и около костра сидит, базарит. Мечит, точь. Да. Ну, давай немножко о пиках и будем к темке, к обойке подгружаться. Да можно и без пиков уже. Давай, давай. Потому что время позднее, 20 минут второго ночи. Я сейчас буду ехать домой. А мы посмотрим ещё на одну дорогу. Практически. Я прям связал, хотя не хотел. На обойке у нас изображено для тех, кто слушает. Опять как обычно сансплэша мы берём. Я, слушай, не могу доскролить. Мне придётся зайти в наши шарид медиа и зайти в фотос. Ну, ты можешь перевалиться ещё через ноутбук. Не, я зайду, я хочу своими глазами наблюдать. Слушай, а почему у нас это было так давно? Или там уже бы ты про Джуни покидал и про... Во, нашёл. Короче. Чтобы вы понимали, город туманный такой, Альбион. Дорога. Я думаю, Нью-Йорк даже. Да, наверное. Дорога немного такая помоченная дождём. И дорог несколько, много дорог. И давай будем бред нести, я, по крайней мере, начну, а ты скажешь, как это действительно на самом деле движ. Я вот думаю, что наш подкаст это вот джип, который едет. Я тоже хотел сказать. Видимо, не такой это и бред. И он едет в правильном направлении, я вам скажу. И все, кто хочет, едут за ним, как за ледоколом. Согласен. Хотя... Ты посмотри, сколько дорог есть, а едут все за джипом. Хотя никого больше нет. Там справа тоже едут. Блин, чёрт, кто-то вот... Нет, я не так скажу. Вот видишь, exit, где написано. Так. Это съезд. И вот наш подкаст, согласен. И по ней и надо ехать всем нашим подписчикам. И кроме этого, подписываться на соцсетях ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе. На Ютубе ставить пальцы вверх, рассказывать друзьям, обязательно просматривать. На iTunes ставить звездочки, писать отзывы. На сайте донатить, предлагать тему. А также не забывайте, что у нас теперь можно приобрести стикеры Георгий Дизайн и УВД Геймс. Да, всем пока. Всем удачного дня, через неделю точнее даже. Пока.